Продолжение следует... И мы же так тоже можем. Так получается, что Путин – вообще классический русский царь. Что ты делаешь? Ты 20 лет управляешься стороной. Почему у тебя боярия, которых надо скинуть с крыльца? У него создаётся идеальный образ Европы в его голове. Он не боярин. Кригорий не боярин. Нет, он атаман. И если его поставить в этот ряд, то полно. Стенька был, был Пугачёв, на Москву шел же Дмитрий. Сама формула «Окно в Европу»… Она подразумевает, что ты не часть этого. Как и песня знаменитой революционной «Выслю мы все из народа». Куда они из него вышли? Во-первых, слово «либерал», о боже мой. Либералов учить. Да, будут учиться чего-то «либерал». Ужим. Тем не вырастут. Андрей, мы с вами находимся в Оксфорде. Можно ли Оксфорд назвать вашей альмаматор? Альмаматор – это все-таки место, где ты учился. Где вы учились? Нет, нельзя. Я здесь работаю с 2004 года, то есть 19 лет. Следующий юбилейный будет. 20 лет, то что? Да. В следующем году будет 20 лет. Если, как говорил Олег Николаевич Толстой, ЕБЖ, если буду жив, то в следующем году будет 20 лет. То есть ППЖ – это не новое, было еще ЕБЖ. ЕБЖ, он писал все время в дневнике, что что-то будет ЕБЖ, если буду жив. А почему вы выбрали именно Оксфорд? Ну, вы знаете, выбрал, это было очень сильно сказано все-таки, потому что не то, что я там вот мог куда угодно, оглядел весь мир и выбрал Оксфорд. Здесь было место. Места адекватные открываются не так часто. Я подал. До этого я 12 лет работал в Америке. Вероятно, у меня были возможности какие-то там остаться. Я не подавал, потому что мне казалось очень интересным жить на две страны. У меня основная работа была в России, в РГГУ. Историко-архивный бывший, да? Бывший историко-архивный, преобразованный, да, в гуманитарный университет. Тогда был, ну, ректором был Афанасьев, деканом была Галина Андреевна Белая. И я там работал с 93-го года. И обычно я свои полставки, на которые я там работал, отрабатывал за один семестр, а потом уезжал на семестр в Америку. И так проходило 12 лет. Но совсем перебираться мне не хотелось. Мне казалось, что жить в России ужасно интересно. Расскажите, раз уж мы здесь, как устроен Оксфорд? Потому что я так понимаю, что это довольно необычная структура, в которой нет такого монолита, как мы привыкли воспринимать. Там есть МГУ, у него есть факультеты, есть Ранхикс, у него есть тоже какие-то факультеты. Всё это такое довольно вертикальное. Вы знаете, здесь специфика Оксфорда и Кибри, Оксбридж, как принято говорить, что это два университета, которые устроены таким хитроумным способом, что, с одной стороны, тут есть вполне вертикаль, есть ректор, вайс-чанселл, он там сидит напротив. И есть факультеты, есть отделение, гуманитарное, естественных наук, внутри отделения есть факультеты. Но кроме этой довольно обычной вертикали университетской, есть ещё система колледжей. Это исторически сложившиеся независимые, нон-профит и такие негосударственные организации, которые образуют свою конфедерацию со своими бюджетами, со своими правилами и так далее. Соответственно, у каждого сотрудника Оксфорда, почти у каждого, не у каждого, но у огромного большинства две лояльности. Он одновременно член какого-то колледжа и одновременно работает в каком-то колледже. Есть люди, которые работают только в колледже или только в университете, но их не так много. Большинство работает сразу в двух местах, получает зарплату в разной пропорции из двух источников. Кто-то больше денег получает в университете и нагрузка у него больше в университете, кто-то в колледже. У них разные обязанности по отношению к студентам и разные доли ответственности. колледж отвечает за одно, а университет за другое. И, скажем, в колледжах площадь, на которой мы находимся, она называется Веллингтон-скуэр. Веллингтон, который Наполеона победил. Да, Герцик Веллингтонский. И в колледжах, когда заседают колледжи, то формула Веллингтон-скуэр всегда означает что-то неприятное. У нас сейчас бумага с Веллингтон-скуэр. С ними надо ругаться. Это такое постоянное, потому что университет хочет колледжи подчинить себе. Колледжи очень тщательно наблюдут свою автономию. И это очень креативный конфликт. Благодаря этому конфликту все-таки удается поддерживать какой-то баланс, который позволяет университету выжить. Хотя, скажем, я очень отчетливо вижу, я когда сюда пришел 20 лет назад, мне говорили, что это такое место, где ничего никогда не меняется. Но это не так. За 20 лет, который я здесь провел, изменилось очень многое. А как это выглядит для студента? Студент учится в колледже или в университете? И там, и там. У него два диплома? Нет, диплом у него один, его дает Оксфорд. Но чтобы получить диплом Оксфорда, ты должен кончить как в каком-нибудь колледже. И, собственно, в этом и суть. Оксфорд дает единый диплом, но ты учишься в каком-то колледже. А он составная часть какая-то. Да он составная часть этого самого университета. А поступаешь в колледж? И туда, и туда. И на факультет, и в колледж. Правда, не просто уставить? Нет, это... Разобраться в этом, это абсолютно черт ногу сломит, как говорят. Это ужасно сложная система, которая на самом деле реально может работать. Только когда ты ее знаешь изнутри, когда ты понимаешь, как это работает, причем дается это легко. Только тем, кто здесь учился студентами. Если тебя взяли преподаватель с другого места, ты все равно понимаешь, хуже. Мне коллега говорил, который работает, что жена его закончила Оксфорд, но не пошла в ученые и занимается где-то во внешнем мире, что-то делает. А он Оксфорд не заканчивал, но здесь сейчас работает. Он говорит, что он все время с ней советуется, потому что ему труднее понять, хотя много лет работает, что надо делать. Студент, ты интуитивно понимаешь, что к чему, и начинаешь ориентироваться. Но вообще система безумно сложная. А студенты платят за платное образование? В Англии вообще образование платное, но на нем есть... Высшее образование платное? Высшее, выше, выше. Нет, не среднее. В среднее есть частные школы, но государственное бесплатное. Высшее образование платное, есть кап. Для своих он составляет, по-моему, если я не ошибаюсь, девять с чем-то тысяч фунтов в год. В смысле для граждан? Для граждан. Что больше нельзя брать? Больше у них все это не имеет права брать, поэтому для нас обучение студентов убыточно. Девять тысяч фунтов давайте для России. Ну, то есть это миллион рублей в год где-то. Грубо миллион, да. Грубо миллион. Это для своих. Для иностранцев гораздо дороже. То есть на нас и наживаются. Да, да. Иностранцы окупают себя, а на британских студентах университет в числе в виде теряют деньги. Как называется ваш колледж? Нью колледж он называется. И название... Он новый? Это какой-то инновационный. Он новый, был совершенно новый. В 1379 году, когда его основали. Вы шутите? Да. Его основали в 1370. В 1379 году, и было уже шесть. Он седьмой по счёту. И его, он называется Нью, поскольку, да, он был тогда новый. Кроме того, он был первым основанным после чумы 1348 года. Тогда, если вы знаете, половина населения Европы умерла, две трети населения Оксфорда умерло, и Оксфорд нужно было снова населить. И создали вот этот огромный... Он и сейчас большой. А по тем временам он был громадный. Большой это сколько? Ну, большой у нас мы принимаем 100 с лишним студентов каждый год. То есть 400 с лишним студентов в колледже и чуть меньше аспирантов. То есть там под тысячу... Ну, не под тысячу, потому что аспирантов меньше учить. Ну, где-то сильно больше полутыщи студентов, аспирантов и студентов, магистрантов вместе. И вот 65 филос. А если этот седьмой новый факультет... Колледж. Колледж, ну, колледж, извините, был создан после чумы, то когда были созданы шесть... Первый наш колледж, Юниверситетик колледж, 1249 год. Это самый старый колледж. 1249. И, соответственно, второй и третий, 1262-1263. А это самый старый университет в мире? Нет. А самый старый? Самый старый – Баланский, второй – Падуанский, третий я не помню какой, потом было Сарбона, Оксфорд был пятым. Потому что британских студентов очень били в Париже. Их избивали там ужасно, и они вернулись обратно, и здесь получили хартию от короля, и открыли университет здесь. В Оксфорде... Но тогда колледжная система только начинала складываться, это был 1089 год, когда Генрих Второй подписал хартию о том, чтобы Оксфорду дать право иметь университет. И до сих пор идет дискуссия с Кембриджем. Какой университет самый старый? Потому что... Это вопрос, как считать. Потому что здесь студентов тоже били. В смысле наказывали? Это называется town and gown. Конфликт между мантией и городом. Их были драки с горожанами, и в результате они уехали в Кембридж. И через примерно 30 лет закрылись здесь и открылись там. А потом его снова открыли здесь. А почему граждане не любили мантии? С подозрениями? Вы живете в городе. У вас семья, дети, жены и так далее. Нормальная жизнь. А по городу вашему ходят толпы буйных молодых людей, которые выпивают, пристают к девушкам, делают все, что положено делать. В университет берут только молодых людей, поэтому своих барышень у них нет. Они дерутся, пьют, хулиганят и дебоширят. А чему тогда учились? А кроме того, очень еще и полные спеси, поскольку они умные и образованные. Учились тогда главным образом, конечно, в основном на священников. Но параллельно, так сказать, две другие возможные профессии были медицинская и легальная. Это три главных профессии. Юристы, врачи и священники. Да, потом по мере... Священников больше всего. По мере развития политического уже позже стали здесь же готовить членов парламента для дискуссий политических. Как-то это у них сочеталось священники и такое поведение асоциальное? Слушайте, это всегда прекрасно сочетается. А как ведут себя семинаристы в России? Слушайте, это обычная история. Про кого рассказывают непристойные анекдоты? Это сочетается отлично. Здесь никакой оксфордской... Оксфордская специфика черченец сильная, он очень многим отличается. Но в том, что учащиеся студенты ведут себя буйным образом и любят выпить, вот в этом никакой специфики нет. А я хотела спросить, а правда, что здесь в одном из зданий где-то в Оксфорде вообще планировалось якобы убийство Распутина? Нет, это неправда. Убийство Распутина, если и планировалось в Англии, то где-то в каких-то секретных службах, возможно, в английском посольстве, в Петербурге. Но в Оксфорде, в University College, старейшем в Оксфорде, учился Феликс Юсупов, который, собственно, убил Распутина. Он получил здесь образование, он был англоманом, у него завязались английские связи. И вполне вероятно, это не исключено, это окончательно не доказано, но это вполне правдоподобно, что британская разведка и британское посольство помогало ему убить Распутина, потому что они были обеспокоены перспективой заключения России сепаратного мира с Германией с выхода на звание. Ах, вот оно что. Да, нет, их очень волновало, чтобы не потерять важного союзника в критический момент военных действий. А настроения в Россию за сепаратный мир были достаточно велики, и Распутин считается, что был одним из проводников этих настроений. И был риск, насколько реальный, и были эти опасения, неизвестно, но риски, что он убедит императора заключить сепаратный мир были. Возможно, опять же, я все это говорю столько в очень проблемах у поличи, потому что точных доказательств у нас нет. Но вполне вероятно, что английское посольство могло быть заинтересовано в его устранении и что-то сделать по этому поводу. Хотя ненависть к Распутину в русской элите была невероятно велика, поэтому они могли и сами, конечно, решиться, потому что идея была, что он ведет монархию и Россию под откос, была очень сильна. Что, в принципе, он же и воспринимается в истории как такой строго отрицательный герой. А оказывается, если бы он добился мира, то и революции могло бы не быть. Могло бы не быть, да. Нет, конечно... Хотя не факт, что первая революция – это прям такое уж... Понимаете, я бы сказал, что факт. Я бы сказал, что факт. И по моим представлениям, более того, мне так кажется, что само представление о том, что революции были две, оно навязано нам советским преподаваемом Сырии. То есть это была одна длящаяся... Она же не в один день происходит. Она была длительной, да. Она была длительной, она началась с падения монархии, трехсотлетней династии. И продолжалась на протяжении года, пока самая радикальная и самая жесткая группировка из всех потенциальных кандидатов не сумела установить свою власть. А потом еще три года... А потом она закончилась. Три года гражданской войны были. Это еще продолжение и часть революционного процесса. А потом, да, потом где-то к 21-му году со стабилизацией больших... Какая-то реставрация как бы. Да. Ну, то там, значит, уже восстановилась новая власть, которая пришла после революции. Собственно говоря, о том, что революция была одна, писал Солженец. И другие, это не то, что я что-то такое сверхоригинальное придумал. Но мне кажется, что это просто естественным образом советская историография, советские представления об истории, они были основаны... Революция – это начало всего, это начало новой эры. Поэтому она должна была быть провозглашена как единственная, главное, и отдельная. Её нельзя было связывать, считать результатом. С нехорошей, буржуазной, какой-то неправильной. Точно так же, как из Второй мировой войны были вырезаны четыре года, названные Великой Отечественной, и что тем самым позволяло вынуть из нарратива период 39-41 со всеми вытекающими там не очень приятными вещами. В смысле, что Россия, по сути, с Германией участвовала в разделе Европы. Пакт был в Времен-Тропе, разные другие малоприятные вещи. Но переигрывание этого и вырезание из него начало всего с 22 июня 1941 года, оно позволяло поменять историческую оптику. Также и здесь название, такого рода название, оно позволяло поменять историческую оптику. Слушайте, но получается же правильно, что с Запада приходят инспирировать, то есть не сами по себе убили Распутина, а значит там с каким-то влиянием Запада? Ну, возможно, возможно было влияние, возможно было, а может и не было. Архивы не всплывали на это? Нет, дефинитивного ничего нет. Но это выглядит, я бы сказал, довольно правдоподобно. И кроме того, совершенно понятно, зачем английскому посольству это нужно было бы в условиях войны, в чем был их интерес и английской политике. Собственно говоря, это же не первый такой случай. Императрица Екатерина II, будучи великой княгиней, переписывалась с английским послом в Петербурге о том, чтобы вывести Россию из войны, семилетий не заключить мир. И, собственно говоря, получила деньги. Деньги получила. Это как раз архивом доказано. И посылала сама, поскольку пользуясь тем, что Елизавета Петровна была больна, посылала приказы на фронт своим сторонникам, чтобы они не особенно активно ввели боевые действия. Если это не называется государственной изменой, то смысл этого слова вообще становится непонятен. Но Екатерина-то вообще пришла к власти? Это была вообще сплошная измена? Это был переворот государственный. Это был государственный переворот, разумеется. Но она объявила главным злодеем собственного мужа. Между тем, как при Елизавете у них была общая политика. Он наследовал престол, как ему полагалось. Он, собственно, был наследником престола. Но они проводили общую политику. Но Елизавета в тот момент, когда это выяснилось, вместо того, чтобы умереть, как они ожидали, она выздоровела. И был страшный скандал. И Екатерина, она собиралась лишить Петра, своего племянника, правонаследования, передать правонаследство сыну Екатерины Павлу, а их обоих выслать из России. Екатерина имела с ней многочасовую аудиенцию. И каким-то неясным образом, мы совершенно не знаем, что происходило, убедила этого не делать. И вообще как-то сумел ее убедить в своей невиновности. А вообще получается, что мятеж, если так посмотреть, не так редко встречается в русской истории. То есть Павел тоже был убит своим сыном? Павел был убит. Нет. Не лично? На протяжении 18 века практически каждый монарх приходил к власти в результате переворота. Эпоха дворцовых переворотов. Да, эпоха дворцовых переворотов. 27-й год, 30-й год, 41-й год – два переворота. Подряд один за другим. 62-й год и так далее. Потом, 801-й, когда был убит Павел. Это постоянно происходило. Но этим не ограничивается. Чудовищная смута со стрелецкими мятежами, убийствами предшествовало воцарению Петра. Вот эти перевороты происходили после его ухода. Стрелецкие бунты. Тяжелейшие бунты проходили через всё царствование более или менее успешное Алексея Михайловича Соляной и Медной и многие другие. А воцарению династии Романовых предшествовало так называемое смутное время, когда перевороты шли один за другим. Два самозванца. Но одному не удалось. Одному удалось первому. Второму не удалось. Это такая, конечно, захватывающая история. Самое такое в этом поражающее воображение Шекспира не было написать. Об этом это то, что как сначала мать убитого царевича Дмитрия узнала своего сына в самозванце. Ну ладно, хорошо, она его не видела в 18 лет. Его убили очень рано. Хотя она знала, что он убит. Это было, конечно, тоже политическое действие. Но она узнала первого самозванца. Потом ещё более интересным образом, когда первым самозванцем выстрелили из пушки, на московской площади его запихали в пушку и выстрелили, то его жена Марина Мишек узнала его во втором самозванце. Ей подыскали какого-то относительно похожего человека, казаки. Кажется, он был евреем. Мы тебя подберём, не расстраивайся. Он ужасно не хотел, потому что понимал, что чему-то кончится. Но его сказали, что с казаками не больно поспоришь. И вы сказали, что ему надо жениться. Ну не жениться, он уже был женат. У тебя есть жена, и ты законы на среднем престола. Было восстание Болотникова, знаменитое в его поддержку. Захвачена была вся Москва, Тула. Он подходил к Москве, Тула была в его руках. И Марина Мишек родила от него ребёнка, от второго самозванца, царевича Ивана Дмитриевича, который... Псевдонаследник. Да, он должен был быть наследником престола, но поскольку у них не получилось. Когда выбирали царя в 13-м году, второго самозванца звали Тушинским вором, сыном был варёнок. И одно из условий было варёнка не хотеть. И его повесили. Сына? Сына. Ему было полтора года. Ничего себе. Да, его Марина была зачинена в башню, а его повесили... По времена он равен. Мальчика полтора года было. И династия Романовых началась с детоубийства такого страшного. И кончилась детоубийством через 305 лет. Вот это такое страшное колесо детоубийств. От убийства царевича Ивана Дмитриевича до убийства царевича Алексея. Оно, значит, конечно, выглядит очень страшно и очень по-шекспировски. А в современной истории были перевороты? Ну, о которых мы не знаем. Ну, а как? Ну, разумеется, в 1953 году выкатывали танки на улице Москвы, когда арестовывали Берия. А почему это был переворот? Просто борьба за власть? Почему Берия был... Ну, он же не был, так сказать, легитимным. Он не был, но он был одним из членов в политбюро. У него была огромная сила. Боялись и принимали меры предосторожности. Была неудачная попытка сместить Хрущева в 1957 году. Она провалилась благодаря Жукову в основном. Он его отстоял? Он его отстоял, да. Потом же Хрущев тихо слил Жукова. Ну, естественно, потому что кому-то нравится. Так что, значит, это все, конечно, было в такой... А потом Хрущева это все-таки... Хрущева, да. Хрущева в 64-м году попросили именно в результате переворота. Так что переворотов очень много. А почему, кстати, не переворачивали, извините, немощных уже совершенно генсеков, которые были, очевидно, не в состоянии управлять ни Брежнев, ни Поздний Брежнев, ни Андропов, ни Черненко не были в состоянии вообще управлять. Вы знаете, почему не перевернули? Это трудно всегда сказать. Почему что-то не случилось? Ну, пойди скажи. Но, в принципе, я думаю, что Брежнев больно всех устраивал. Ту элиту, которая находилась под ним, всем подходило иметь эту куклу во главе страны. Никто не знал, что будет после, и было страшновато. Как раз надо сказать, что время трехлетких похорон до прихода к власти Горбачёва, я вспоминаю об этом с невероятным удовольствием. В смысле, с второго года столько шуток и вообще какого-то общего веселья не было никогда. То есть у власти были свои дела, у людей есть своя жизнь? Ну, каждый раз перекрывают улицы, закрывают центр, кого-то хоронят, у нас гонки на лафете. Анекдотов была куча, как там человека просит, когда он на очередной похороны вождя хочет пройти, его спрашивают, «Ваш пропуск?» Он говорит, «У меня абонемент». И так далее, и так далее, и так далее. Это было полное. Ведь в честь каждого переименовывали города. Да, был город Андропов, кажется, закрытый. Да, Андропов был Рыбинск, у него был закрытый. А, Рыбинск. Рыбинск был, набережный Челны, перенесли в Брежнев, Рыбинск в Андропов, а какой-то городок Шарапово-Красноярского края в Черненко. Да, и был анекдот, что человек просит в железнодорожной кассе билет сначала в Брежнев, потом в Андропов, потом в Черненко, и напрягающийся кассиром их продает, когда он покупает их все три, он говорит, ну и в Горбачёв, пожалуйста. Он говорит, товарищ, вы что, с ума сошли? Он говорит, ну у вас же касса в предварительной продаже. Так что, значит, действительно было невероятно весело. Значит, при всём при этом казалось, что сложилась какая-то система, что есть какие-то люди, что есть какая-то логика перехода. В смысле, умер, поменяли. Какая логика? Кем заменят? Ну как, что есть первый секретарь, есть секретарь по идеологии, и секретарь по идеологии, Андропов вместо Брежнева, Черненко вместо Андропова, Горбачёв вместо Черненко, что есть какое-то правило перехода. Вообще говоря, эта система для русской истории очень не характерна. Институциональная смена власти. Институциональная смена власти. Оно не существовало, потому что принцип «король умер, да здравствует король» уничтожил бы уже обычно... В этом смысле я честно об этом говорю в лекциях, что монархии в России не было. Потому что монархии никогда. Потому что монархия – это не просто личная власть одного человека, а монархия – это институциональная система её передачи. Когда ты знаешь, кто наследник, куда она переходит, как это работает и так далее. В России впервые относительно успешную монархию, работающую монархическую институту, удалось создать только Николаю Первому в середине XIX века. Он пришёл к власти в результате государственного переворота, и никто не знал, кто наследник – Александра Оуна или Константин. Александр, его предчастник, пришёл в власти в результате государственного переворота. Павел пришёл к власти, он был сыном и законным наследником, но всё время ходили слухи, что Екатерина хочет его обойти и передать престол Александру. И он вторгался с гвардейцами. Как только она умерла, он вторгался с гвардейцами, чтобы проверить, нет ли завещания, что его обходят. Екатерина пришла к власти в результате переворота и так далее. То есть в России исторически вообще плохо с передачей власти и в системном смысле? Да, власть не передаётся системно. Власть не передаётся системно. Я говорю, три раза подряд законным, понятным образом было один раз за всё время. То есть Николай, Александр Второй, Александр Третий, Николай. Николай Второй. Всё. Ни до, ни после этого ни разу этого не удавалось сделать. Каждый раз это какой-то хаос и так далее. И в этом смысле у Вебера есть такая, я не социолог, мне трудно судить, насколько она правильная и исчерпывающая, но очень распространённая и часто пользуется систему, на чём основана власть, легитимность власти. Он говорит, что бывает традиционный тип легитимности, как в монархии, потому что эта семья, династия восходит, ты так прави, ты этой стороной. Бывает, это рациональный тип, это обычно демократия, это прописанная процедура, по которой по прописанной процедуре он называет этим рациональным. Ибо в этом говорит харизматическое, когда всё заключено в личных качествах правящего человека и его легитимность это его харизма. В России, до мой взгляд, традиционной системы у власти, вот кроме маленького кусочка в конце 19 века, не существовало. Власть всегда была харизматической и только харизматической. И эту харизму властитель должен был доказывать, уже взойдя на престол. Мысль не моя, она принадлежит точно одному из лучших писателей последних десятилетий, с моей точки зрения, так и лучшему, Владимиру Шарову. Он много раз говорил об этом, что в России не бывает законных и незаконных царей, а бывают настоящие и ненастоящие. И, соответственно, царю, когда он попадает на престол, ему надо доказывать, что он настоящий. Он должен убедить страну, что он является настоящим. Тогда его признают. Тогда он получает вот эту харизматическую легитимность как настоящий царь. И это... Есть какие-то, так сказать, ненастоящие цари, и сразу становится понятно, что это ненастоящий. А есть какие-то промежуточные случаи, когда вроде бы уже показался настоящим, а нет. А вот Горбачёв был настоящий царь или нет? Нет, конечно, конечно, нет. А какие признаки-то вообще настоящие? Ну как? Во-первых, настоящий царь правит сам и один. Не бояре, не сильные люди, которые за ним стоят, не семья, которая ему что-то советует, не какие-то другие, значит, такие факторы и всё прочее. Он правит сам и один. Во-вторых, должны быть соответствующие результаты. Он прекращает гражданские неустройства. При ненастоящем царе идёт борьба за власть. Ненастоящий царь прекращает эту борьбу, его сразу сначала бояре признают настоящим, и никто не может за его спиной нет никого. Институт, который на Запад назывался серым кардиналом, фаворитом, управляющим, дело не в наличии фаворита. Екатерина была полна фаворитов, и тем не менее в её статусе сначала сомневались, потому что это был чистой воды узурпатор, а потом перестали. Потому что она доказала, что она настоящая, и никакой Потёмкин этому не мешал, или кто-то ещё, потому что дело не в том, есть у тебя фавориты или нет, а в том, приписываются ли этим фаворитам про возможность тобой манипулировать. Хотя, наверное, в какой-то степени ей манипулировали, но недостаточно, видимо. Ой, государы не было, не поманипулировать. Ой, нет. В Екатерининском царстве у них раз занимался много, его знаю хорошо. Императрица сама кем хочешь манипулировала. Вот. Нет. Она была проницательной, внимательной до предела, и манипулировать ей было невозможно практически. Но дело даже не в том, что было в действительности, а дело в том, как это создаётся. Но кроме того... Ну, то есть Горбачёв, если вернуться к Горбачёву, как бы на него... Нет. Про Горбачёва говорили, что эти на него влияют, потом семья, потом Раиса Максимовна, потом ещё что-то такое, которое никто не мог простить, потому что настоящий царь, женат на России, у него не может быть... Ну, как? Сталин жену то ли убил, то ли довёл до самоубийства? Это окей. Иван там же он в монастыре ссылал, или Пётр? Это тоже окей. Вот. А вот Иван Грозный, Пётр и Сталин... Ну, Сталин практически. Но Иван Грозный и Пётр его убили по ребёнку. То есть наследники престола были им лично убиты. То есть у тебя как бы разрушение институционального порядка... Ну, Сталин там известная история со старшим силом. Сталин смысл, что я не меняю... Да-да-да, якобы. Якобы. Это народная легенда, но тем не менее она важна. Приписывается возможность отказаться от сына. Настоящего царя нет семьи. Для него его сын это рядовой солдат и никто другой. Мало ли, что у тебя сын бывает, у каждого. Но у тебя нет семьи. Твоя единственная семья это страна, твои единственные дети это твой народ и так далее. Это вождизм такой. Именно не царистская система, а вождистская. И это всё, конечно, превращение военных поражений в победы. Очень важная часть. Начинается всё плохо, а потом, благодаря тому, что возникает обычно связанно с казнями бояр и антиэлитным характером царствования. И это вот такие ясные признаки настоящего царя. Важным признаком, многие это делают, является то, что называется проверкой харизмы. Они уезжают, они оставляют престол. Иван отдал Симеону Бекбулатовичу престол, как известно. Пётр уезжал из страны, ходил инкогнито, ездил где-то, потом бомбардира и так далее. Почему это возможно в принципе? Потому что ты знаешь, что власть находится внутри твоего тела. Она не в институте, не в кресле, который ты занимаешь, не в том или ином ритуале. Сталин же не подписывался никакой генеральной секретарем. Он не писал генеральной секретарем на бумажке. Он писал Секретарь ЦК КПСС. Тогда писал Сталин. Все знают. И так. Слушайте, так получается, что Путин вообще классический русский царь, потому что он с войной пришёл с Чечнёй, женат на России, престол отдавал медведю. Что ещё? Бояр сажал, семи бояр сажал. Да, бояр казнил и прекращал смоту. И так далее. Нет, Путин вёл себя, исходя из, я не знаю, откуда он знал это или не знал, или чувствовал, но он себя вёл очень грамотно. Мне рассказывали, у меня нет возможности сослаться, но мне рассказывали, например, что история с ельцинской семьёй фантастическим образом, это трудно поверить, была придумана сознательно его советниками, которые считали, что нужно отчеловечить его образ, создав ему семью. Никто... Ельцину. Ельцину. Почему? Да, никто не понимает, что это убьёт его репутацию насмерть. Просто насмерть. Вот. И... То есть семья манипулирует, вся эта семья, потом Камарилья. Да, да, да. Начинаются манипуляции, если семья за спиной, и так далее, это конец. Это конец. Мне любопытно очень, что Навальный, когда он проводил свои президентские кампании, он всё время демонстрировал... Семью. Семью. Семейные ценности. Вот у меня семья, настоящая, вот у меня жена, вот мои дети, и так далее. Такой американский стиль. Он это, значит, на вопрос ему заданный прямо слегка с моей подачи. Я с ним не знаком, но слегка с моей подачи его спросили, вот почему они считают, что так надо делать. Он ответил с очень высокой мерой сознательности, спросив, спрашивавшего человека, а ты голливудские фильмы смотришь? Он говорит, ну да. Он говорит, почему? И прежде чем тот успел ответить на этот вопрос, он сказал, потому что они хорошие. Вот поэтому, значит, ты смотришь их. То есть он считал, что это правильно. Но с другой стороны, когда вы смотрите на семью Навального, не возникает ощущения, что им может вообще кто-то рулить? Нет, не возникает. Не возникает. И для него семья – это скорее актив. он еще не стал царем. Что произошло, когда он там стал, мы не знаем. Но он, по крайней мере, так считал правильным делать это частью своего публичного образа. То есть в российскую традицию это не укладывают? Абсолютно. Абсолютно. Это нам глубоко чуждо. Ненавидели Хрущева, потому что все время фигурировала за ним жена. Ненавидели Горбачева, потому что за ним фигурировала жена. Потом уж на инеосне ничего нельзя предъявить. Было абсолютно ничего. Она была до такой степени на заднем плане, что ничего нельзя было сказать. Но зато Ельцинова придумали дочку, зятя, еще кого-то и все прочее. Это все система бесконечной количества серых кардиналов. То Бурбулес, то Чубайс, то неизвестно кто значит еще. И все прочее. Так что нет, Путин вел себя до самого последнего времени. В общем, очень грамотно. Очень грамотно. Я не знаю, результат ли это какой-то продуманной политики или какой-то интуиции или что-то еще. У меня просто нет никаких сведений. Но это было грамотное построение собственного образа. Мы говорили с вами о царских замашках, о правильных царских замашках и неправильных. Да, ну вот были правильные. В последнее время как-то хуже. Но, понимаете, вы говорили про перевороты или там, мятежи. Они могут удачные, они могут неудачные. Это по-разному было о этом. Но обычно, насколько я помню, они или предшествуют появлению такого признанного царя, и они сопровождают время, когда такого царя нет и неизвестно, кто он. То есть, так называемое смутное. или они происходят в самые первые годы его царствования, когда в его, так сказать, вот этой харизматической легитимности еще недостаточно уверены. Он доказывает еще, находится в процессе. Ситуации, когда это происходит в последние годы такого царствования или там, после 20 лет его, я вот на мои памяти стынуть не могу. Было Пугачевское восстание при Екатерине, но она была сравнительно еще недолго, еще 10 лет, и кроме того, первые 10 лет не было яснен вообще ее статус. То ли она императрица, то ли она при сыне временно, значит, что-то так. То ли она вообще узурпаторша. Узурпатор, это как было, так и есть. Не смешно, была стопроцентным узурпатором. Но как бы уже потом, после того, как Пугачева казнили, уже никто к ней не предъявляет никаких больше вопросов. А были прецеденты, когда царь-харизматик милует своих жертв, своих, не своих жертв, а своих, тех, кто пытался их сместить? Ну, были у Петра такие случаи, были такие случаи. Милость царская возможна, как царский гнев, она укладывается. Но ни в коем случае не может быть ощущения, что это дань каким-то обстоятельствам, и что ты милуешь, потому что иначе не можешь. Как было у Ельцина, когда сначала амнистировали ГКЧП, амнистов, а потом выпустили тех, кто участвовал в перевороте 1993 года, потому что Госдума и генпрокурор приняли такое решение, что тебя заставили проявить царскую милость, или ты под влиянием обстоятельств на неё пошёл? Дак, если враг твой упал тебе в ноги и полностью побеждён, вполне по-царскому его помиловать. Но для этого ты должен находиться полностью в контроле над ситуацией. Я не уверен, что то, что произошло позавчера или когда-то, три года назад, вписывается в эту модель. Отпустили в Беларусь. Да, мне это вообще как история какая-то неясная. С этим плохо укладываешься. Хотя так, ну да, казацкий бунт, уходят, выпустили, значит, но это совершенно не входит в степень. Все ожидали этого? По-моему, все абсолютно. Когда нас оставят своим попечением, действующий государь-император, что тогда что-то подобное начнется. Вот тогда у всех там свои вооруженные отряды, что это будет прямо в его царствовании, это довольно неожиданно. А вообще истории с тем, что боярин или я не знаю кто, начинает поход на Москву, это же, ну, то есть мы можем сказать, что это все был фейк или это все сделано специально, неважно, но вообще само звучание пошел на Москву, это что-то будет у нас, какие-то вообще исторические страхи, аналоги. Он не боярин. Конечно. Крегожий не боярин. Нет, он не боярин, он атаман. Атаман. Он атаман, и если его поставить в этот ряд, то полно, Стенька был, был Пугачев, был, на Москву шел же Дмитрий, вот, ходили на Москву отложившиеся эти самые люди, но, понимаете, для того, чтобы идти на Москву, что дело тривиальное, вообще говоря, ну, пошел на Москву и пошел, ходили все время, кто-то ходил, вот, но тут не хватает одного важного компонента. Ты идешь на Москву, ты должен себя пригласить царем. Тогда, это другой разговор, Пугачев сказал, я царь Петр Третий, вот, а там я иду, потому что я очень горюю о сыне, жена моя неверная, хотела меня умертвить и сейчас сына моего, значит, мучить. Вот я и пойду, и своего, так сказать, ты должен сказать, царь не настоящий, тогда можно на Москву. Лжедмитрий сказал, это я, собственно, царя есть, а там сидит какой-то, значит, убийца, Борис Годонов. Вот, это разговор. Второй лжедмитрий до Москвы не добрался, но у него была такая же идея, он потерпел поражение, в отличие от первого. Вот, но у него была такая же идея, здесь же этого элемента не было. Это было немножко другое, это был стрелецкий мунд, тоже там были атаманы стрельцов, мы хотим, чтобы нам скинули боярина с крыльца. Царя мы любим, но надо, чтобы на пике при малолетнем Петре бросили стрельцам его воспитателя Артемала Матвеева. И государь-император это видел, будущее, значит, и заикался после этого всю жизнь. Когда, значит, его учителя отдали стрельцам, и он потребовал, собственно, этого же. Вот, брось мне с крыльца, майор, тогда, значит, я тебя не буду трогать. Но это не очень вроде бы работает, вот, такой поход на Москву, да еще и при признанном, знаете, императоре, это не очень канает. Подменили, бояре захватили маленького царевича, вот, это первое действительно было ребенком. А так, что ты делаешь? Ты 20 лет управляешься страной, почему у тебя бояре, которых надо скинуть с крыльца? В этом есть что-то, хотя, хотя вообще, говоря, это традиция, кстати, и за пределами России такое бывало, надо пожертвовать какими-то средворцами, чтобы их, и это было такое типичное требование, казаки или там, стрельцы требуют бояр с крыльца. То есть, весь механизм этого мятежа, бунта, как его ни назови, похода, довольно стандартный. Что в нем было, на мой взгляд, совершенно нестандартного, это то, что происходит на третьем десятилетии правления уже давно устоявшегося императора. И причем неудачная идущая война, тоже недостаточная основания. Иван Грозный ужасно неудачно воевал, Ливонская война была сплошная неудача. То есть, он сначала много присоединил, а потом также много всего потерял. во время войны никто не решился от него чего-то требовать. Все уже знали, что царь есть. Можно ждать, пока он представится, что он есть. Никто не сомневался. А вообще, вот вы сказали, что война это один из необходимых элементов начать войну, пусть даже с неудачи, но потом в ней победить. Это один из признаков настоящего царя. То есть, царю нужна война. Необязательно начать. Наполеон напал на Россию, Гитлер тоже напал и так далее. Просто неудача, центр базового нарратива о русской истории – это великая освободительная война как бы. Прообразы её придуманы ещё в 1812 году. Это польская война начала 17 века. Вот поляки в Москве, уже бояре-изменники им присыгнули, но потом народ собрался, выбил и династии, и так далее. Потом на нас напали французы, и мы вроде тоже отступали. Наполеон пошёл в Москву, но мы их победили. Потом то же самое повторено было с Германией. До некоторой степени со Швецией, потому что шведы до Москвы не дошли, но был нарвский разгром. То есть, война тоже началась ужасно неудачно. А потом ничего, как-то всё стабилизировалось, и это признак умения неудачи перевести в победу, это признак царя настоящего. Как бы начинается новая династия, как вовремя смутного времени, после Ивана Грозного династии Романовых, потом. Ну, Александру Первому это помогло не очень. Не всегда ведь война бывает удачной, во-первых, во-вторых, она не всегда приводит к усилению монарха. Например, Николай Первый чуть ли не умер с горя из-за поражения. Есть слухи, кажется, мало правдоподобные, но есть, что он вообще с собой покончил. Вот. Но, понимаете, есть в русском нарративе есть два базовых нарратива о войнах. Есть некоторое количество войн, которые выпадают из этого нарратива, и поэтому с ними вообще непонятно, как интерпретировать. Один базовый нарратив, это Великая война. Это нам всегда на нас напали враги, добились сначала успехов, потому что уже очень страшные были испытания, а потом мы все-таки, невзирая на первоначальные поражения, победили, дошли до Берлина, до Парижа, до Варшавы, до Стокгольма не дошли, дошли до себя и победили. И это такой главный, это магистральный нарратив. И есть другой нарратив неудачной войны, неудачное царствование, заходящее в тупик, война показывает его неудачность, за ним идут или большие реформы, или страшный социальный взрыв. Это Крымская война вписывается в эту схему, Японская война, Афганская война и так далее. И эти две модели абсолютно понятны, на них четкий нарратив, и что очень существенно, что в обоих случаях, что их объединяет, что за поражением следует возрождение. Только в одном случае это прямо на поле боя происходит, и мы вредим, что мы побеждаем, а в другой случае мы реагируем на поражение полной перестройкой через революцию, через реформу, через что-то еще. А есть войны, которые ни в какую нарратив не вписываются. Финская, Первая мировая, про них вообще не понятно, что сказать. Почему Первая мировая привела по сути к революции так или иначе? Она так не истолковывается, что она показала гнилость, и поэтому привела к революции. Первая мировая, потому что там было сначала февраль, и монархия упала в феврале, и поэтому там вот эта теория двух революций, тут есть некоторая неясность. Но воины типа финской как-то замалчиваются, потому что они с одной стороны не были безусловно победоносными, хотя сказать, что это было полное поражение, тоже нельзя. Это была какая-то война в ничью, более или менее. Но из другой непонятно к чему это вот как про нее рассказывать. И она в ясный нарратив не вкладывается. Первая мировая тоже, про нее нет отчетливого, общепризнанного и понятного нарратива, как ты за две фразы школьникам расскажешь, что там собственно произошло, за что воевала Россия, чего она хотела. Кажется, это так и осталось непонятно. Да, так и повисло. Но базовые вот эти нарративы есть. Неудачная война типа крымской, афганской и какой-то вполне вписывается. Да, вот что-то уже совсем стало нам нехорошо, и мы значит это самое. Но как историк или человек, понимающий историю глубоко, вы бы сегодняшнюю русско-украинскую войну отнесли бы к каким? Одна не кончилась, она продолжается. Вот, мы не знаем, чем она кончится. Вот, общая как бы динамика указывать на то, что она должна пойти вот из этих трех моделей, которые я описал, я бы сказал по второй, что это должна быть та война, которая должна привести к каким-то грандиозным переменам. И удачной вроде она не должна быть, по крайней пока никто ее, кажется, удачной не называет. Вот, но включая даже тех, то большинство, которое ее поддерживает. Никто не говорит, что уже все прекрасно. Вот, может быть, когда-нибудь. Потом. Вот, но как-то, понимаете, во время Крымской войны было чувство, что сейчас она будет проиграна, и тогда начнутся какие-то необыкновенные перемены, и, собственно, так и произошло. Как в России, где нет традиции передачи власти, может состояться передача власти вот в нынешних условиях? Ну, все люди смертные, простите, и Владимир Владимирович Путин тоже смертен. Ну, да. Ну, да. Откуда, вы говорите, даже если сохраняется та же колея, и нужен какой-то царь, то есть общество примет нового царя, условно говоря, с харизмой, то ему даже сейчас и взяться неоткуда-то? Вы знаете, обычный цикл, это конец вот такого обычно очень длительного харизматического управления и начало череды слабых руководителей в том, что это смута, это, я бы сказал, что кризис встроен в систему передачи власти. Вот тут персоналистский режим, в котором нет легитимной монархической или какой-то другой модели, он встраивает кризис в систему передачи власти, и это поэтому логично предположить, что если по тем или иным причинам естественным или противоестественным государь-император нас оставит своим попечением в какой-то момент, что так ли конечно произойдет, мы не знаем когда и как, но как-то произойдет, то логично предположить, что за этим начнется хаос. И более того, я думаю, что на том или ином уровне это знают все, это общее ожидание от каких-то интеллектуалов-политологов до алкоголиков в канаве, и ровно это такой, это консенсус, и ровно это, вот ровно это ощущение и обеспечивает действующей власти тот уровень поддержки, который она имеет, потому что этот уже есть, и что-то такое есть. А в канаву не хочется. Да, а потом его не будет, вообще хрен знает что будет. Поразительным образом мне мои родители рассказывали, что они переживали после смерти Сталина не потому, что они страшно любили важнее учителя, нет, они его не любили, но потому, что они считали, что будет хуже, и что он что-то сдерживает. Хотя хуже в Сталине все было, и война, и голод, и репрессии. И кроме того, понимаете, я рос все-таки в еврейской семье, и я спрашивал моих родителей, была ли у них паника по поводу предстоящего выселения евреев. В Бербиджан тоже последние годы Сталина. В Бербиджан, в 1953 году перед смертью. И они мне говорили, что у них паники не было, поскольку они оба были евреями, а настоящая паника была в смешанных семьях, поскольку никто не знал, что с ними сделают. То есть хотя бы эти вместе вы отправили? Да-да, именно так. И при этом они же сами говорили, что они боялись, что будет хуже. Куда хуже? Что уже хуже? может быть вообще. Неопределённость? Да-да, страшно, потому что этого ты знаешь, ты к нему привык и так далее. Причём, понимаете, мои родители, честное слово, были очень умные люди. Не то, что это какой-то вообще, но они были молодые в ту пору, конечно. Во всяком случае, книжки папа писал очень хорошие. Мама была очень умная. Они оба были очень умные люди. Но вот у них было вот это, и это консенсусно. Почему люди шли на ходынку, и это была последняя такая страшная гекотомба на смерть, вот кончилась вот этой чудовищной давкой. Чего они там плакали-то? Они плакали от страха и неизвестности. Не от любви, а от страха и неизвестности, потому что это вся жизнь была вот зафиксирована в этом человеке. он был единственным... То есть это экзистенциальный ужас перемен. Да, да. А теперь вообще что будет? Мне папа рассказывал, что он сам видел офицера, разговаривал с ним и выпивал, который ему с гордостью сказал, с гордостью сказал, как он расстрелял солдата, который спросил его, что будет, если он убьет товарищ Сталин. Он сказал, что товарищ Сталин никогда не умрет и приказал солдата расстрелять. Надеюсь, что он хотя бы соврал. Я уверен совершенно, что высокий уровень одобрения и поддержки во-первых, не является выдумкой социологов или странной фантазией, а во-вторых, совершенно не связан с тем, что кому-нибудь так уж нравится. Но вот человек, у которого есть, во-первых, который просто долго находится на своем месте, а во-вторых, у которого есть вот этот, или, по крайней мере, скажем, был ареал настоящего царя, невозможно себе представить мир без него. И это вот и создает вот эту картину. И это естественно, системно после его ухода от власти начинается хаос. Что может быть, если действующий царь потеряет эту харизму и перестанет восприниматься как настоящий при жизни, я просто не трудно сказать, что не знаю ни одного прецедента. Но логика такая. Вот такого рода царь должен так или иначе куда-нибудь рассосаться. Вот. Тем или иным способом. После чего идет долгий кастинг. Одного, другого, третьего пробуют. И, наконец, кто-то появляется, кто может... А выход из колеи возможен? Ну, это такая историческая колья. Есть ли примеры выхода из исторической колья? Очень много примеров выхода. Очень много их. Но обычно это происходит такое или медленным эволюционным путем через большие длительные социальные перемены массовая урбанизация. Например, миллионы гигантских крестьян перележит в города. Два-три поколения в городской жизни. И культурные стереотипы исчезают, возникают другие ожидания и так далее. Или чудовищных шоков, которые тоже бывают, которые меняют и выбивают из колеи. Обычно так. Но вообще, конечно, понимаете, ведь очень что существенно... Знаете, есть фраза ошибочно приписываемая Геббельсу. Геббельс никогда ничего подобного не говорил. но есть такая фраза, что при слове культуры я хватаюсь за пистолет, якобы Геббельс это когда-то сказал. Вот я как-то мне хочется схватиться за отсутствующий у меня пистолет при слове менталитет. Вот. Потому что она предполагает, что какие-то культурные стереотипы и так далее передаются заложенные генетически передаются. Нет, они культурные, они рукотворные, все эти стереотипы создаются культурно, мы знаем, когда каждый из них был создан, мы примерно можем их датировать, мы знаем, как они менялись, вот, они не даны вечно, и они умирают. Важные мифы умирают, и мы знаем, как это происходит, вот, и поэтому, конечно, может измениться, конечно, есть основания надеяться на то, что что-то, так сказать, изменится. Мне было очень видно, я человек уже, к сожалению, пожилой, но я видел, что какую-то, в какую-то часть продвинутой городской молодежи, на моей памяти, ясно было видно, что у них головы уже в сторону по-другому, что у них вот, вот это уже все не работает для них. Это все, это что? Вот, вот вся та культурная мифология, царская мифология, идея внезапного преображения, у них головы устроены по-другому, вот, совсем по-другому. Это был довольно узкий слой, но очень, очень заметный и очень влиятельный, и он начал он оформляться как раз в 21 веке, еще в 90-е годы ничего подобного не было. То есть, если на самом деле начать раскручивать маховик обратно в нормализацию, то нормализовать общество можно так же, как и его отравить? Мы не знаем, мы не знаем, можно или нет. Во-первых, очень многие люди покинули страну, которые были важным человеческим ресурсом этой нормализации. Значительная часть людей, которые тоже были не в меньшей степени человеческим ресурсом, у них уже бесконечно какая-то в голове произошла сдвиг. Обратимые или нет, Бог его знает. вполне цивилизованные люди говорят вещи, которые, мне кажется, странными, еще позавчера говорившие что-то другое совсем още. Что вы имеете в виду? Просто приведите пример. Ну, комментируют происходящие события, до меня доносятся изнутри самые такие страны, и это очень понятно, потому что, понимаете, это извне, кажется, каким-то проявлением людоедства, конформизма или ничего еще, но человек нормальный и свистливый, когда он ничего не может сделать с какими-то процессами, начинает их внутренне интерьеризировать, сам для себя оправдывать чем-нибудь. Гегельянской исторической необходимостью, происками врага, процессами, вечной сложностью всего на свете, и так далее, что все очень строзно и сложно. Это, понимаете, это хуманомест, это человеческое, это вовсе не свойственно, не дефект какой-то русского устройства головы и так далее. Это, вот, знаете, есть вещи, условно говоря, связанные с национально-культурными, а это антропологическое. Если ничего не можешь сделать, то ты начинаешь объяснять сам себе, почему это нормально. Ты начинаешь это нормализировать в своем сознании, об этом, понимаете, это тоже не мои интеллектуальные прорывы, об этом потрясающе писала Лидия Клингинсбург, я шесть лет провел у нас, читая ее рукописи, и она об этом, значит, вот как происходит интериоризация того зла, который тебя окружает. У нее есть замечательная статья об этом, заодно с правопорядком, она называется, цитата из Пастердака, вот как она, Жармонский и Кукушки, три великих филолога, в 1932, если я не ошибаюсь, или 1931 году отдыхали на каком-то острове с палатками и рюкзаками в Украине, прямо во время Голодомора. И очень весело, рыбу ловили, выпивали, пели песни, разговаривали о филологии и так далее. Как правильно сказала Гензбург, написала, никто не говорит о том, о чем не говорят. Ты сделать ничего не можешь. Как это похоже на веселящуюся Москву. Вот. Ты ничего не можешь сделать, значит, тебе надо тем или другим способом нормализовать, адаптировать сознание ее работы полны самого свирепого и беспощадного анализа такого рода. Вот. И в этом решительно нет ничего, что можно было приписать каким-то ужасным свойствам специально русского человека или как-нибудь еще. Это, к сожалению, это хуманом, это общечеловеческие особенности. А почему такой огромный разрыв по времени у России с Европой? Почему вообще так рано здесь появились университеты и так поздно в России? Ну, вы знаете, университет это специфически все-таки западноевропейское явление. Вот. Он в России появился далеко не самый поздний. Я не знаю, в такой, в общем, традиционной и невероятно древней культуры, как японская, университет как институция появляется только в конце 19 века, да и то завезен туда американцами. До этого не было никаких университетов. Вот. Это университет, это очень специфическая институция, связанная с идеей, во-первых, с корпоративной структурой, с идеей автономии интеллектуального знания, с самовоспроизводства его внутри, прежде всего в религиозных целях, потом в секулярных и со складыванием городов и городской автономии, что очень существенно виден ареал распространения университетов, как они возникают, но в православном мире вообще университеты появляются очень поздно. А что православной системе скажем так не нужны вот эти институции были? Нет, потому что церковь не была автономной самовоспроизводящейся структурой, не было развитой теологии никогда, не было необходимости в профессиональном академическом богословии, не было традиции римского права, требовавшего юридических знаний и многого другого. То есть она была в подчинении верховной власти в большей степени? И верховной власти, но и потребностей такой не было. Не было отдельной судейской корпорации, куда надо было готовить людей. Суд был частью государственной бюрократии. Это не была отдельная корпорация, требовавшая специальных знаний и специальных бумаг, дающих право сюда входить. Того же самого не было и в церкви очень долгое время. То есть медицины практически вообще не было. Это было чисто народное знахарство, о том, что тебе нужна какая-то бумажка. Даже и мыслей не было ни у кого. Когда начинается попытка организовать церковное образование в России и предъявлять к священникам какие-то требования, чтобы они хоть что-нибудь знали, читали латынь, понимали церковно-славянский, могли читать и так далее, то это довольно поздно происходит. и выясняется, что в России нет нигде кадров для этого, но они есть в Украине. Потому что тамошние православные священники должны были бороться с польским, с католическим влиянием. Обосновывая Обосновывая, да, и так далее. И учились они все, лидеры православной церкви в тех губерниях, они учились в польских семинариях. Это обычно шел, ты шел, принимал католицизм, учился в какой-нибудь католической, часто иезуитской семинарии, потом уходил, возвращался обратно, возвращался в свою веру, и ты становился, и поэтому образованные кадры священников были в малороссийских губерниях, и епископами, если мы возьмем состав епископата того времени, ну, 80-90% из них малороссиян. Это вызывало страшную оппозицию. Вы не за. Ну, конечно, у тебя епископская вакансия, а тебя обязательно кого-нибудь пришлют. Темам малороссов не надо, она звучала все время не возьмем, школьников не надо, это было постоянно. Не надо нам школьников, мы сами знаем кого, а государственная власть, сначала Елизавета Петровна, потом Екатерина, настаивали на образовании, на образованных священников. Вот, и это была такая тяжелая борьба, выдающемуся украинскому историку Сергею Плохию, в частности, принадлежит мысль, что именно так родилась странная идея, что русские и украинцы один народ. Что эта странная мысль ни у кого не существовала, никогда, это вообще никому в голову не пришло, эта безумная идея, но поскольку была чудовищная оппозиция карьерному продвижению малорусского духовенства, то именно в этой среде эта идея возникла. Ну перестаньте, наши... Да мы один народ. Да, один народ мы. Это, собственно говоря, в украинской культуре и было придумано. Это странная идея, чтобы обосновать собственные карьерные амбиции в имперском масштабе. Подождите, подождите, а как же Киев мать городов русских? Тогда не было вообще никаких народов, ни русского, ни украинского. В смысле? Ни того, ни другого не существовало еще. Процесс оформления народов это середина первого и второго тысячелетия. Это 14-15 век. Тогда оформляется и русская народность, и украинская. Совершенно разные. Нынешние украинские территории в основном входят в Речь Посполитую. Там совершенно одна традиция и одно понимание. Некоторые части из них есть общая вера, большинство православные. Хотя греко-католики и католики там тоже есть, но большинство православные. Греко-католики? Греко-католики униата, да. Это часть православных, которые сохранили православный обряд и православную догматику, но подчинять признали римского папу. Они называются греко-католики. И так тоже можно? Можно, можно. В Западной Украине таких довольно много. Их страшно преследовали в советское время, потому что агенты Ватикана и все прочее. Но греко-католических церквей очень много. В основном, в Западной Украине их было много. А что значит народ формировался в 14-15 веке? Что такое формировался народ? Народ – это очень позднее общее явление. Что такое народ? Ну как? Народ – это такое, ну как, вы себя воображаете как-то, что вы кто-то. Откуда вы знаете, какой вы народ? Вы задаетесь этим вопросом. И кругом вас говорят, мы такие-то. Вот люди начинают мыслить себя в категориях того, что они представляют собой какой-то народ. До этого люди так не мыслили. Они или жили в какой-то деревне, они мыслили, они себя могли идентифицировать по вере. Мы православные, мы католики, мы мусульмане. Они могли себя идентифицировать, какому князю они служат, кто их владелец, или в какой деревне они живут. Но не было представления о том, что мы русские, мы украинцы, мы кто-то еще и так далее. Вообще не было. Народ, в принципе, как таковый в нынешнем понимании, это очень поздняя социальная структура. Целый ряд исследователей вообще считают, что это 18-19 век, когда возникают народы как таковые в их современном понимании. Это уже части больших империй? государств, национальных государств. Возникает идея, что у народа должно быть свое государство, что народ... И действительно, идея народа очень сильно меняется в это время. Но, собственно говоря, правдоподобных гипотез две. Или что это то, что называется early morning time, раннее новое время, то есть 15-16 века, или что это 18-19 века. Никто не предполагает, что это происходило раньше. Поэтому можно сказать с полным основанием, что русский и украинский народ это два разных народа, как и белорусский, но которые восходят к каким-то общим, имеют какие-то общие основания, общие корни и так далее. Это было бы научно корректно. Но сказать, что, ну, конечно, к тому времени, когда формируются идеологии народов, все понимают, что два разных народа. Ни у кого нет на эту тему никаких сомнений. На самом деле возникновение Московского университета это какой-то такой насажденной властью, по сути. Ну да, ну да, ну да, ну да. Даже не институт, а такая вот такой феномен. сначала Петр Астлевой Петербургский университет, и он пишет письмо Лейбнецу, как должен быть устроен университет, как должен быть устроен Академия наук, это импортированные институции. Но Петербургский университет не покатил. Вот. Почему, кстати? Ну, не сумели его организовать грамотным образом, с программой и так далее. Академики, которых пригласили преподавать, не знали русского языка, студенты не знали немецкого и латыни. Ну, обычная история, не было единой программы, там были какие-то выпускники, которым давали диплом. Но ни один человек не знал, ни один, что ты должен сделать, чтобы этот диплом получить. Вот сколько предметов, понимаете, как программа не существовала, какие требования, сколько ты проучился, тебе выдают диплом, что ты учился. Но это институционально он не работал, потом он умер совсем. Это, кстати говоря, такая же проблема, как у Судменьки Бриджа, как у университета старше. Потому что раньше был основан Петербургский, совершенно точно. А работал как постоянная институция, раньше московский. Поэтому появляются поздно университеты в России. И, собственно говоря, ну как, надо его создать. Шувалов нанимает Ломоносова как эксперта. Ломоносов учился в Марбурге. У Вольфа. Вольф – главный специалист в области вообще университетского строительства в мире. То есть он получил из самых лучших рук как бы знания о том, как это надо делать. Вольф прямо учился у Лейбница. То есть это прямая линия такое. И был создан в общем очень хороший, очень грамотный немецкий университет 18 века с тем естественной разницей, что у протестантов в центре университета был теологический в какой-то лет. А у православов не могли в светском университете учить теологию. Поэтому теологии никогда не было. Но это было честь делать только для духовных семинарий обучения православного. Но в принципе это была хорошая немецкая модель, которая и недостатком которой на сегодняшний день является то, что она была современной и адекватной в 18 веке. А с тех пор случилось много разного в строительстве университетов в мире, на что российские университеты, продолжающие шить по вольфианской модели, реагируют с трудом. А для конца 18 века, когда Ломоносов придумал, это была лучшая модель в мире, лучше не было. А на что реагирует слабо российский университет? Ну, 19 век, идея гумбольтовского исследовательского университета, которая, в общем, практически не была реализована на русской почве и тем более не была реализована в советское время. Вот. Была в 20 веке, получила новую жизнь и новое распространение модель либерал-артс, диалогов, диалогического обучения и всего прочего. Но целый ряд инноваций в области высшего образования российские университеты проспали и начали бешено догонять в 19 веке. Структура вольфианского университета была основана на очень четкой профессиональной специализации. В факультете ты учишься тому-то, вот ты учишься этому, вот профессора, которые тебя учат, есть... они нормализовали университет, создали систему четких программ, силабусов, правил, карьерную структуру, лестницу, по которой идет преподаватель, систему защиты диссертации, вот все, что мы знаем. И это хорошо работало долгое время, но потом возникла идея исследовательского университета и представление о том, как университете должна произойти наука и как формируется личность студента и так далее, связанная с Гумбольтом и его университетскими реформами уже, собственно, в Германии. И потом, в 20 веке, отчасти благодаря Гитлеру, отчасти благодаря другим факторам, германские университеты пришли тяжелый закат, а американские выходят на первый план и лидером в мировом высшем образовании студента Америка, где до сегодняшнего дня все-таки учатся 70%, больше 70% международного рынка студентов, те, кто учатся за пределами своей страны, учатся в США. Это не случайно, но сейчас, опять-таки, картина немножко меняется, но вообще очень долгое время лидерство США в области высшего образования было без спорта. Да и до сих пор, в общем, ведущие американского университета, конечно, лидируют. Но все эти колоссальные перемены российское образование проспало в конце... Ну, после падения Советского Союза начали наверстывать. Естественно, советская система менее всего была заинтересована в такого рода реформах. Распределение. Да, вам все четко должно быть. Вот сколько мы делаем, готовим таких инженеров, а сколько таких, сколько нужен того и так далее. и поэтому она шла в противоположном направлении от вообще идеи университета в область создания специализированных институтов по конкретным узким направлениям. А университет – это все-таки более гибкая такая система. Гибкая, сложная, дающая... Начало вообще какое-то образование, а потом уже выбор. Да, и она дает возможность более... Как бы все-таки условия университета, указывать на универсальность, на всеобщественные подготовки. Это должен быть человеком, в принципе, способным к сложной интеллектуальной работе. Собственно говоря, вся идея советского образования, сталинского, была основана на том, чтобы превратить высшее образование в систему ПТУ высшего уровня. В смысле ПТУ высшего уровня? Ну как? Вот автодорожный институт. Здесь учат людей, которые будут делать дороги. Мои. Авиационные. Авиационные. Вот там зубных техников. Вот по этой части. То есть создается куча узкопрофессиональных. Химическая технология. Куча узких. Где очень узкие направления. Человек учит какой-то квалификации. Потому что предполагается, что государство знает сколько таких людей будет нужно через пять лет после того, как они осуществляют набор. И тебе, понимаете, надо сказать, что в условиях тех конкретных задач, которые стояли перед СССР, эта система работала. Два миллиона образованных людей были вышли из страны. Их надо было быстро кем-то заменить под те задачи, которые стояло государство. Это имеется в виду эмиграция 17-го года. Два миллиона. Два миллиона. Их надо было быстро кем-то заменить. И вот была создана эта система, она работала. Кроме того, желательно было сохранить старые кадры профессиональных ученых, потому что наука была нужна. Но не пускать их преподавать молодым людям, чтобы они не отвращали буржуазные спецы молодых людей. Поэтому была создана такая штука, как академический институт. Где что-то разрабатывают, но не учат. Но не учат, потому что ты нам нужен как буржуазный спец. Но ты можешь оказать дурное влияние на молодежь. То есть это у вас как-то... Да. Поэтому, значит, молодежи нужна красная профессора, которая будет сохранить над ними идеологический контроль. А науку можно делать в другом месте. Какой тут, к черту, исследовательский институт? Университет. А, то есть обычно это вместе. Ну, конечно. То есть здесь наука, и здесь же учатся. И здесь же учатся, конечно. И вот поэтому аспирантура там же... Там же аспирантура. То есть дорога ясная. Да, и студент сразу же входит в науку, начиная уже, как правило, со старших курсов бакалаврского образования. Он уже входит, он проходит через исследовательские семинары, он работает с руководителем, и он уже становится частью научного процесса. Но эта система стала реформироваться всё-таки, наверное, как-то в 90-е... В 90-е годы её стали реформировать. Ну, там 28 университетов в России объявили исследовательскими, им дали какой-то статус из своей привилегии и так далее. Но, понимаете, это же очень медленный процесс. Университет вообще штука консервативная. И это неплохо. Я про Оксфорд хотела доспросить одну вещь. про, собственно, про возможности для российских студентов. А вообще российские студенты и там бывшие школьники, они могут поступать в Оксфорд сейчас? Вы извините, ну, понимаете, что сейчас происходит, мы не знаем. Толком, потому что система не утряслась. До последних событий поступали. Просто, ну, конечно, это был довольно жёсткий финансовый отбор. Кто может платить такие большие деньги, но хотя здесь... 20 тысяч, получается? Да, 22, по-моему. То есть 100-120 тысяч за образование плюс жильё? Да, ну, 4 года, да. Ну, плюс жильё, плюс это тяжело, это очень тяжело. Хотя здесь существовали стипендии, можно было... Какие-то частично оплачивающие, или полностью... В общем, здесь учились российские студенты. Это довольно регулярно, я честно слушал русскую речь у молодых людей в городе и так далее. Какая сейчас ситуация, мы не знаем. В принципе, официального запрета нет. На... А дискриминация? Я бы сказал, если быть лично обо мне, что ко мне стали относиться только лучше после начала этих событий. Причём, я бы, может быть, неправильно сказать, лучше относиться, но в отличие люди очень сдержанные. Ну, я приехал, и работаешь, и хорошо, и, собственно, ничего. Вот. А тут как-то люди почувствовали, что стоит проявить какую-то симпатию, сочувствие. Ну, разумеется, потому что мои какие-то взгляды на происходящие процессы политические ни у кого не вызывают сомнений. Но люди понимают огромное количество проблем, которые есть у каждого человека, который в каком-то смысле теряет родную страну. Вот. И отношусь с сочувствием, с симпатией, я постоянно столкнулся с вопросами, могут ли они кто-то мне быть полезен, люди, которым раньше бы не приходило бы в голову. Затем такой вопрос, о чем я, собственно. Мне и так хорошо, зачем мне как-то помогать. Вот. Но это нет. Я ни малейшей дискриминации не вижу. Конечно, разумеется, в государствах и странах, которые пострадали и были частью империи, там ситуация другая. Я в Балтии в государствах, в Балтийских, в Польше, там другая ситуация. Но это, в общем, результат того, что они были частью империи и долго боролись за свой суверенитет. Да, да. И для них это все чуть-чуть только заросшая, начавшая зарастать, травма, которая вдруг заново открылась и так далее. Там эти чувства очень сильные. А в Западной Европе нет, я не вижу этого нигде. Мои коллеги, находящиеся в Германии и во Франции, тоже ничего подобного мне не рассказывали. Вы сказали, испытывают сочувствие к людям, которые теряют свою страну. А что вы имеете в виду? Вы вообще не ездите в Россию? Последний год я не ездил. Я, понимаете, не люблю давать клятву кровью. Вот. Возникнет такая ситуация, что надо будет поехать, я поеду. Вот. Но последний год я не ездил. Но, понимаете, кончаются мои контакты институциональные. Я все-таки я ездил, я там все-таки работал и преподавал тоже немного и помогал строить образовательные программы. Там я работал в архивах. У меня было много разных дел и примерно значительную часть года я физически проводил в Москве, которая как была моим родным городом, так и есть. И никакого другого родного города у меня уже не будет. А вы родились в Москве? А где? Физически, где я родился на Арбате, на улице Бурденко. Но я себя там не помню, потому что в полтора года мои родители переехали в кооперативную квартиру метроаэропорт. И там несколько квартир сначала родители, а потом мы поменяли. Но там я провел свою жизнь. Если я не ошибаюсь, ваш папа написал собственную пьесу, которая легла в основу Покровских ворот. Да, и сценарий Покровских ворот написал, конечно, но он же, та коммуналка, которая описана папой, находилась у Петровских ворот, которую он перейдил в Покровские. по созвучию, она находилась прямо у Петровских ворот. И вот в той коммуналке все это происходило, включая странную семью из трех человек, вот так вот и жившую. Вот там в Покровских воротах описано... Савва, а тебе-то это зачем? Живут не для радости, а для совести. Людочки не было. Ты что, куда-то собрался? Ты не забудь, сегодня придут Орловичи. Пусть их теперь принимают Савва. Хоботов это мелко. Пусть. Короче, я прошу не опаздывать. Я не могу дать тебе гарантии. Они так и жили, и так и переехали в новый дом все втроем. Ну, в смысле, Маргарита Павловна была? Да, была дама, да, Маргарита Павловна, был ее муж, вот условный Савва, и был Хоботов. Вот они жили в этой квартире, актер-страдник жил. Выдумана была вот эта девушка, в которую влюбляется Хоботов, это художественное изобретение. Выдумана была интеллигентная тетушка, с которой живет главный герой, автобиографический, поскольку никакой тетушки у Попы в Москве не было. Он снимал квартиру совершенно незнакомых людей. Но какие-то, значит, да, это было там, но потом, когда Попу женился, он переехал на улицу Бурденко, тоже в коммуналку, где шла моя мама со своими родителями. И там я родился. Дмитрий Муратов сказал в своей недавней речи, у нас в России произошло великое географическое открытие. Россия больше не Европа. Окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки. Как вы считаете, это навсегда? Или это изменится? Изменится? Муратов глубоко прав. Вот. Как обычно. Я невероятный поклонник того, что он говорит и пишет, и делает. Очень большой его фан. Кроме того, навсегда или нет, понимаете, ну, что за разговор? Навсегда, никогда. Это, как говорят, never say never. И это очень такой ненаучный подход. Я думаю, что это надолго. Вероятно, что это навсегда очень велика. Мы не знаем, но вероятно, что это навсегда очень велика, потому что дело в том, что Россия и никогда не была европейской страной. Сама формула окно в Европу, она... Она подразумевает, что ты не часть этого. Да, ты не часть этого. Ты откуда-то прорубаешь окно, и оттуда ты что-то видишь, что-то тебе привозят, что-то ты получаешь, у тебя возникает какой-то канал. Ты общаешься, но ты находишься вне. И специфика, уникальная специфика России, отличающая ее, что она никогда не была вполне европейской страной, но она всегда ощущала свою европейскость как проблему. В отличие от Японии, Турции и кого-то еще, которые прекрасно знали, что они не европейцы, когда в Японии, Турции или Персии происходили вестернизационные процессы, в Японии с феноменальным успехом, в Персии с полным провалом, а в Турции со смешанным успехом, то все три эти страны, тоже периферийные империи, как и Россия, они исходили из того, что мы должны научиться что-то делать, как делают это европейцы. Петр, когда начинал первым дестернизацию периферийной империи, я когда стал заниматься этим, выяснил, что и в Персии, и в Японии, и в Турции изучали Петровский опыт. Они его воспринимали как предшественника. Вот. И он, когда это начинал, он поставил другую задачу. Он сказал, задача, мы должны стать европейцами. европейцами. Не казаться обыдеть. Не научиться у них чему-то, а стать такими, как они. Это совершенно другого уровня проблем. Петр пытался ее решить, невероятную радикальность этой задачи, за счет ее, условно говоря, не глубины. Это надо проделать очень маленьким слоем, а остальные, как жили всегда, мы вообще в их жизни здесь не будем. Дальше, так сказать, естественно, начались, но никогда до конца европейской страной Россия не была. Она была всегда страной, в которой ее европейцы... И никогда не была не там, по крайней мере, 300 лет, а часть 350, если говорить реально. Это была страна, для которой все время выстраивавшая сложный диалог с Европой, которая не могла решить своих отношений с Европой. И отсюда этот бесконечно продолжающийся бодяга про полемику так называемых западников и славянофилов. И тогда невозможность выйти из вот этого круга одних и тех же. Например, а мы те, а мы не эти, а мы лучше Европы или хуже, а мы идем им во след или не во след, или мы им показываем дорогу, или им еще что-то такое. Вот. Тут, возможно, это два разных вопроса. Лучше мы Европы или хуже, и мы идем по такому же пути, как они или по другому, и на него возможности поскольку вопросов два, то может четыре комбинации ответов. Может быть, ответ мы хуже и дорога у нас та же, такой стандартный, мы просто должны подражать и идти по их западническому пути. Можно сказать, что дорога у нас одна, но мы лучше, как было в коммунистическое время. Они должны идти за нами. Можно сказать, что у нас совершенно разная дорога, но мы лучше, такой славяноферный, мы духовнее, соборнее, у них свое, мы лучше, но вот у нас своя традиция, да, есть или сейчас такая. А можно сказать, что у нас традиция сейчас такого-то полного. У нас совершенно особый путь, потому что мы хуже всех, мы несчастные, мы сироты, и у нас нет истории, и мы вот так вот пропали и погибли. Чадаев об этом писал в первом философическом письме. Зачем он написал, это отдельный вопрос, но тем не менее. Поэтому тут возможно разные варианты, но это, понимаете, как ты не отвечаешь на этот вопрос, ты все равно решишь все время свои проблемы применительно относительно к Европе. И в этом была вот эта вся специфика этого окна. И это очень, знаете, язык очень часто выдает такие вещи. Вот сама метафора окна в Европу, так же, как я страшно люблю знаменитую формулу хождения в народ, люди идут. То есть ты не народ. Откуда они туда идут? Где они находятся, чтобы пойти в народ? Сначала. Мы где-то, мы уже народ в одном месте, а мы в другом. И мы туда идем, как и песня знаменитая революционная, вышли мы все из народа. Куда они из него вышли? Куда и как им удалось из народа выйти? Вполне вероятно, что в будущем прекрасной или ужасной России будущего этого просто не будет никого волновать. Подождите, но ведь недостаточно просто Петру было взять и верхний слой, так сказать, бороды им сбрить, состричь. Ведь и внешняя политика, и вся культура, и весь нарратив, и язык, и заимствование из языка колоссальное, все вот это никуда не денешься. Это не по приказу делается одного человека. Нет, потому что... Оно бы отвалилось, если бы оно было неорганично. Понимаете, да. Примерно в это время. И это выясняется неожиданно, потому что никогда такого не было. Европа начинает лидировать в мировом масштабе. Это так получается. Вдруг варварский, дальний и непонятная какая-то периферия, мировая, вдруг выходит на первый план, и прежде всего свое превосходство доказывает по полюбое. Это про Европу, естественно. Да, они побивают всех. Соответственно, периферийным империям надо как-то, если ты не хочешь, чтобы тебя били и разгромили, в конце концов, тебе надо чему-то научиться. Дальше вопрос, как, чему, каким образом и так далее. И Петр, собственно говоря, с этим сталкивается первым. Он терпит страшный нарвский разгром, азовский поход неудачен, все идет очень плохо. Ну, там он, в азовский поход был против турков, но тем не менее. Вот, нужна регулярная армия, нужен флот, нужно, значит, что-то, нужны образованные люди, нужно... А кроме того, он на Ялике ездит из Преображенского в немецкую Слободу и смотрит, как живут немцы в немецкой Слободе. Немцев уже в Москве полно. И с Лефортом там... Лефортом, да. Вот, немцев уже в Москве полно. И образ Европы, который существует в голове Петра, имеет гигантское значение для всего русского будущего. Понимаете, кто поедет в 17 веке из Германии в Москву, это очень специфический народ. Да, это такие искатели приключений. Это очень мягко сказано. Много искателей приключений, это лучший. А большинство прямо преступники, спасающиеся от правосудия. И он приезжает туда, и тут у него дворец, мамки, няньки, молитвы, всё. А там пьют. Отжиг. Пьют, курят, девушки прямо тут с мужиками сидят в одном доме, болтают, хватают друг друга, значит, обнимаются, хохочут, гуляют и так далее. У него создаётся идеальный образ Европы в его голове. И мы же так тоже можем. Мы же так тоже можем, мы можем так. А чё мы? И он начинает вот эту вот вестерниционную деятельность. Видите, он абсолютно в тренде. Если бы он не был бы в тренде, японцы, турки и персы не стали бы ему подражать. он начинает этот гигантский процесс вот вестернизации периферийных империй. И вот русская культура, она повисла в этой невероятном напряжении так сказать своей странности, экзотичности и неевропейскости и одновременно в своей глубокой соотнесённости внутренней с европейской культурой. И того, что она вся выросла из европейской культуры. И это очень драматический порт, скажем, для делающей особенной уча западных студентов много. Я вижу это. Очень интересно Россия, потому что с одной стороны она экзотична и не похожа, а с другой стороны не настолько, чтобы вообще ничего нельзя было понять. Поэтому ты всё время в каком-то вот этом... И вот в этом смысле возможно, что этот процесс завершён. Ну, то есть давайте такую фантасмагорическую аналогию предложу. Если Китай вырывается в число технологических, экономических и прочих лидеров, то Россия становится, начинает перенимать практики Китая и на много лет с помощью Путина переориентируется на другой мир китайский. Ту половину, которую будет лидировать Китай. Это описано Сорокином в романе «День опречника». Там слишком много... Мне страшно просто, там слишком много сбылось. Да. Я не вижу, почему это невероятно. Почему, скажем, почему это не может быть. У меня есть сомнения, что будет так, потому что я не очень верю в такие солнечные горизонты Китая. Мне кажется, что... Я не китаист, но там немного, что я знаю китайской истории и вообще не указывают мне на то, что их какое-то ждет солнечное будущее и выход в мировые лидеры. Совсем нет. Я не жду этого. Это для китайцев это возврат к норме, потому что так было всегда. Китай был главным государством в мире. Это кончилось где-то в 16-17-18 веках, когда выходит Европа на первый план. В экономическом смысле Китай себя лидировал. Но я думаю, что во-первых, понимаете, коммунистический режим ни для кого не происходит, не проходит без болезни, ни для одной страны, ни для одного народа, он не проходит без последствий. И в каком-то смысле китайские коммунисты были менее кровавые, чем их советские партнеры, но они сделали то, на что никакой Сталин не решился. Они влезли людям в постель и прямо указывают, сколько ему иметь детей. Вот такое должно иметь, такие страшные последствия уже имеет, что значит, просто, по-моему, грозит вообще существованием страны. Просто китайцев так много. А что это долго будет продолжаться? Это будет продолжаться долго. но по-моему последствия этого будут грандиозными и столетиями сказывающиеся. А какие последствия в этом ограничении вот один ребенок населения? Ну как? Изменение возрастной структуры населения. То есть огромное количество семейных? Старяков, которых и отсполняет отсутствие молодых людей, и это в стране, в которой нет многолетней выработанной культуры иммиграции. Наверное, придется им возить каких-то людей, но это такую масштабу культурной шоку. Иммиграции в смысле к ним. Внутрь, к ним. Сами-то они уезжали много. Китайцы уезжали много и хорошо ассимилировали в других странах. Но к себе они никогда никого не брали. Придется. Потому что деваться им будет. Тогда придется открываться. Но будет гигантский шок. Колоссальные культурные изменения в связи с этим связанные. Это одна сторона делала. А вторая сторона делала тоже. Все-таки они очень странным образом, трудным, но после МАУ выработали институциональный механизм передачи власти. Теперь они взяли его и сломали. Успешно. Я не знаю. Я предвижу, что у них были большие проблемы. Они тоже пришли вслед за своим младшим братом, как им является Российская федерация, к персоналистской диктатуре. Как та система, которая была, была ли она хорошая, она не была демократической, но она какой-то была. Но она была не меритократической, но какой-то там... Она как-то работала. Она как-то работала, и было понятно, как это происходит. И это обеспечивало нормальную передачу власти из поколения в поколение. 10 лет, конституция, процедура, на второй срок назначается преемник, два срока по пять лет. Мы получили понятный, предсказуемый и, в общем, выглядевший рабочим порядок, потому что казалось, что им не хочется больше погружаться в ту же смуту, которая была после того, как умер председатель Мау. Что они, будучи умными, сделали из этого выводы и построили какую-то систему. После чего они ее сломали к чертовой матери. Что значит они сломали? Ее один человек сломал. А другие ему дали ее сломать. Не сказали бы, значит, холони, дорогой. Посиди там в углу, а у нас уже есть система, мы ее будем держать. Есть еще много другого. Ничего нет одной причины. Я не очень уверен, что там такое же безоблачное будущее. Но вообще да. Кроме того, Китай, в отличие от Запада, никогда не был очень склонен к культурной экспансии. они никого никогда особо не китаизировали. Это что-то такое не очень им свойственное было. Была Поднебесная, которая так живет. Насколько им будет самим интересно китаизировать Россию в случае, если у них будет такая возможность? Но мне кажется, что Россия может извне, из Европы смотреться чем-то экзотическим, но не настолько экзотическим, чтобы совсем не разобраться, но внутри России приход китайской культуры будет казаться слишком экзотическим, чтобы ее принять. Да-да. Все-таки некуда больше, чем на Западе. Как происходит культурное подчинение тех или иных периферий? Во-первых, гигантским переселением. Западные колонисты европейские ехали в Латинскую Америку, крестили в Африку, куда-то во-вторых, культурные экспансии через обучение языка и культуры. Все учат французский, потом английский и так далее. Боялись очень долго, что китайцы куда-то хлынут. Заселят и все заселят, но уже ясно, что ничего подобного не будет, потому что население там падает с чудовищной скоростью, с беспрецедентной в истории человечества. Они уже не самая большая страна в мире, и скоро этот разрыв будет становиться меньше не только сравнительно с растущей Индией, но и просто в абсолютных цифрах. Не скоро, а уже это началось. Пока идет еще не очень быстро, но быстрее. Есть некоторые прогнозы, что там каждого второго века будет в два раза меньше. Но это никто не знает, опять же. Но с другой стороны, китайский язык такой трудный и непонятный, что если бы не трудно себе представить, что все будут его учить, вот массово начнется такая всемирная китайзация, да и никогда нету этой традиции. Экспансии, миссионерства, распространение вот этого софт-пауэр, я ничего этого не вижу. Поэтому есть что-то, что подсказывает и говорит в пользу сорокинского варианта, но есть много факторов, которые делают его не очень вероятным, как мне кажется. Если говорить о вашей работе в России, в какой-то момент вы работали в Ранхикс, в так называемой Шанинке. Вы знаете, Ранхикс и Шанинк это два разных университета, абсолютно разных. А разве это не та же структура, когда есть один большой и в него... Нет, нет, нет. Там это то, что в европейском средневековье называют личная уния, там были одни, там конкретный Сергей Зуев был директором Большого института Ранхикса и ректором Шанинка. Но это были два независимых, две независимых структуры, там между ними существовали совместные программы, договорные отношения, одно время Шанинка арендовала площади в Ранхиксе и так далее. И пара совместных программ, три я не помню сколько, сотен существовавших в Ранхиксе и там двух десятков существовавших в Шанинке, три были совместными. Но в принципе это были разные университеты, но некоторые преподаватели работали в обоих местах, некоторые административные посты занимали одни и те же люди. Вот. Какой-то элемент был, как сказать, сотрудничество. Похожим образом были устроены отношения Высшей школы экономики и Российской экономической школы Рэша. Это все-таки два совсем, да, совсем разные. И это два разных. А что такое вообще Шанинка? Это и есть попытка воссоздать этот либерал артс? Шанинка была попыткой воссоздать либерал артс, но дело в том, что он начал создаваться в самые последние годы, потому что Шанинка до, не помню сейчас точно года, до 19-го например, года, она была основана в 95-м году и Теодором Шанином, вот, и до конца десятых годов, в 19-е, 18-е, там не было бакалавриата, это был чисто магистрский университет, там были только магистрские программы. Идея создать бакалавриат принадлежала Сергею Зоеву, и он начал создавать бакалавриат, в том числе и на... До этого модель либерал артс как раз была опробована в РАГИКС с фантастическим успехом, вот, потом она была перенесена в Шанинку, но потом либерал артс был на государственном уровне запрещен, это просто нельзя, теперь все это объявлено, никакие попытки, честно сказать, к либеральной идеологии это не имеет отношения, и что модель либерал артс существует примерно тысячу лет, и связана с тривиумом, квадривиумом, и в первом университете в Болонском уже существовало в тысячу лет недавности, что это связано с другими вещами, она не имела действия, либерал артс был запрещен. То есть либерал артс был запрещен как идеология? Как прокуратура, и было запрещено, просто было сказано, что эта система нарушает конституционные права студентов на образование. Ну окей. А вы понимаете, какие у этого фундаментальные причины? Просто из-за названия? Ну, да, в основном, конечно, из-за названия, да еще понимаете, потому что, во-первых, слово либерал, о боже мой, вот наши студенты будут учиться... Либералов учить. Да, будут учиться чего-то либерал, ужас. Кем они вырастут? А во-вторых, потому что, да еще вообще оно плохо переводится на русский язык. Да, там есть формула свободное искусство, но оно, собственно, буквально перевод это и есть свободное искусство. Но это не суть. Да, но это ведет вас немедленно в сторону того, что вас будут учить играть на пианино, и это что-то для таких приятно музицирующих и рисующих барышень. В то время как, чтобы было понятно, о чем идет речь, по системе либерал-арт устроено образование в Вестпойнте. Это Академия вооружений высших военных в США. То есть до какой степени это далеко от образования ориентированного на нежных девушек, которые любят музицировать и вышивать, вот это точно не про это. Вот. Да, значит, компьютерные школы есть и так далее. Медицинских нет, устроенных на принципах либерал-арт, выше считается, что медицина... Потому что экономика это точно туда входит. Экономика входит, компьютерные дела входит, бизнес, социология, все что угодно входит. Не входит в Америке, где наиболее развита эта система, не входит медицина и не входит право. А математика? Математика, конечно. В либерал-арт? В либерал-арт, разумеется. Вот. Математика, это уж совсем либерал-арт, что тут говорить. Вот. Это свободное искусство математики. А чистый, как говорится, чистый спорт. Да-да. Медицина, я считаю, ей учатся специализировано в медикал-скулу. Вот. И право учатся специализировано. Вот. А другие специалисты все входят в либерал-арт. Чему вы учили в Шаненке? Вы же учили и в Шаненке, и в Ранхигске. Вы знаете, но в основном все-таки в Шаненке. В Ранхигске я не преподавал практически. Я там читал отдельные лекции, но я там не преподавал, но я там помогал в институциональном программном строительстве. То есть вы один, по сути, из создателей? Ну да. У нас была команда, и мы все работали, что-то такое делали. Сергей нас как-то организовывал. Сергей Зуев. Зуев, да. И, значит, как-то вел куда-то к победам. Он очень, по-моему, хорошо написал об этом в своей книжке, недавно вышли, что написано и в СИЗО. А что за книжка? Он написал книжку, да? Он написал книжку в СИЗО. Вот она вышла с моим предисловием. Ой, я обязательно прочитаю. Я вам могу прислать ПДФ. О, спасибо. Вот, напомните мне. И он написал книжку о том, как он видит университет, зачем вообще нужны университеты, чего хотел, зачем устроил Шанинку. О Ранхексе-то меньше говорится. Но в Шанинке я, да, мы там сделали программу по... Я участвовал в... В общем, не участвовал, а сыграл основную роль. Был ее научным руководителем, не директором, но научным руководителем. Собственно, до сих пор и являюсь до 1 сентября. А, вы формально пока ее... Да не формально, мы выпускаем последний выпуск. Программа закрывается, и я ухожу с 1 сентября. Но, значит, у нас последний выпуск мы делаем в этом году. Эта программа, она называется «Публичная история». Публичная история. Публичная история, да. Это по тому бытованию истории, как люди думают об истории, как они спорят об истории, как они представляют историю в искусстве, в памятниках, в памяти, в исторических нарративах, в газетных дебатах в медиа, в компьютерных играх. В чем удобно. То есть, как история живет, как она существует в непрофессиональном пространстве. В политике. В политике, конечно. Да, да, да. Да, да, конечно. В государственной идеологии. Да. А как же? А как же? Вот. А как же это важнейшая сфера существования истории? Вот. Но как-то у нас есть чувства у всех, кто делал эту программу, что это больше не актуально или слишком актуально, можно сказать, как угодно. Вот. Поэтому, в общем, мы не сделали набора и выпускаем последний выпуск. Да. На этом, как сказать, с этим выпуском, который этим летом заканчивает, программа прекращается существование, и я прекращаю свою работу. Вы были в России, когда дело Зуева начиналось? Да. Я был в России. Но я уехал до его ареста. Вы понимали вообще, что происходит? Нет. Сам не понимал, что происходит? Плохо. Вообще, каковы причины? То есть, есть повод, есть причина. Почему? Вы знаете, мы не знаем. Вы так и не знаете? Мы не знаем. Может быть, кто-то в России сейчас лучше понимает диспозицию, я нет. Зуев, как бы, дома, под запретом определенных действий, суд идет. В общем, какой-то, как-то, я не знаю. Причины мне не ясны, и я не уверен, что они ясны и самому Зуеву тоже. Вот вы говорите о liberal arts, что они все, и что они плохо сочетаются с текущей государственной идеологией в России. А как вы вообще смотрите на будущее гуманитарной науки в России? Ну, с математикой и такими техническими специальностями они и при Сталине прекрасно развивались, и при Хрущеве, и при Брежневе. Плохая аналогия. При Сталине развивались, а уже в поздний советский период в значительной степени развивались по инерции. Это, если говорить о... Были грандиозного масштаба государственные задачи, связанные с этими людьми, которые были поставлены. Надо было атомную бомбу строить, надо было ракеты и так далее, в связи с чем целый слой людей был окружен немыслимыми привилегиями, в том числе интеллектуального свойства. Не только материальными. Материальными тоже. Но в закрытых городах разрешали выступать, например, художникам, поэтам, музыкантам, которые были запрещены. Высоцкому нельзя было концертировать в СССР, но его приглашали в соответствующие города, он выступал с концертами. Жванецкий выступал, Акуджава выступал. Туда приехали... Знаете, там, если бы кто-нибудь захотел пригласить прямо Солженицу, на это вряд ли бы привело к успеху. Но вот такой вот слой полуразрешенный всегда существовал, и людям... Полуфронды. Да. Она всегда была немножко всегда возможной. А когда были потом с одной стороны начали приоткрываться границы, а с другой стороны уменьшаться системам привилегий, то это привело... И кроме того, все-таки, понимаете, у людей, участвовавших в этих проектах, было чувство, что они делают что-то невероятно важное. Вот. Поэтому я думаю, что последние десятилетия СССР были неблагоприятными и для таких наук. А про гуманитарные говорить нечего, хотя в некоторых совсем экзотических властях, типа классической филологии или чего-то совсем далекого от идеологии, там как-то... Там было можно. Там было можно, и там уровень был очень высокий. Эти андологии, что-нибудь такое необыкновенное. Но сейчас, понимаете, ну что говорить про будущее гуманитарных наук в России, когда вопрос будущего России как-то в тумане. Что у тебя будет там с прической? Какую прическу ты будешь носить через три года? Если голову не отрубят, то это стоит обсуждать. А так... Но вообще наука в закрытой стране может развиваться сама по себе или нет? Есть хорошие... Чуть ли не у вас я прочитала эту историю про то, как молодой беспреспективный писатель Толстой пришел в журнал «Современник» с рукописью, когда Тургенев говорил, что в России с литературой покончено, потому что он уезжал в эмиграцию. Это не у меня. Это не у меня, но что-то с чем-то не сходится в этой истории. Я не знаю, кто это написал. Тургенев в 52-м году был в ссылке за некролог Гоголя. В 52-м году умер Гоголь. Толстой в 52-м году послал детство, а это была первая его вещь, которую он послал в печати, анонимно, современник. Прийти он не мог, потому что он был на Кавказе в действующей армии. Но он послал и Некрасов, главный редактор, не знал, кто это искренне, поскольку он не подписался. Но был в восторге. Послал Тургенева, Тургенев тоже был в восторге. Понятно, что исторический анекдот рассказан неправильно, но идея в том, что страна стала более консервативной или была уже совсем консервативной, а литература развивалась. Плохое время, так называемое мрачное семилетие между Европейской революцией, Крымской войной, 1948-1955 год. И это было плохо. Как сказал цензор Бутурлин, писатель Анинков, но с чего вы тут стараетесь, когда мы же уже положили ничего не пропускать. Вот. А все равно же писали? Да, но это было время очень специфическое, потому что все знали, что система дышит на ладу. Вот это общее чувство было, что что-то сейчас произойдет, и что эпоха кончается, и что все-таки это время, когда начинали все, почти все, все, кроме Чехова, главные писатели второй половины 19 века, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Лесков, Толстой, все они начинали именно вот в эти годы. Потому что было ощущение, что есть за что стараться, и что что-то на горизонте, через необыкновенно интересное и яркое, что искусственно сдерживаются какие-то перемены, которые неизбежны. По-моему, это чувство было абсолютно у всех. При общей, конечно, подавленности. В превращенном виде, очень превращенном, гораздо более свирепом ужасном. Это же было и в конце 40-х, начале 50-х годов до смерти Сталина. С одной стороны, мне говорили мои старшие товарищи и коллеги, что было чувство полностью остановленного времени, что вообще ничего не происходит. А, заказали, что-то висело, вот сейчас что-то такое взорвется, и поколение людей, пришедших с фронта, ждало чего-то такого. Все-таки, да, выиграли войну, пережили такое, и все равно все то же самое. Да, и вот, что сейчас что-то произойдет, даже не то, что это обязательно связывалось с тем, что откинет копыта вождь и учитель, но что-то было. Я не вижу сейчас такого настроения. Я его не вижу. Я говорю, я не в России, мне трудно судить, и так далее, но мне кажется, ожидание, что вот-вот что-то начнется увлекательное, замечательное. В значительной степени это же предшествовало перестройки. Ясно было, что все это сейчас сменится. Был страх, а бог знает, в какую сторону сменится. Такой же был, когда умер Сталин. Многие люди, его не любившие, боялись, что будет еще хуже, хотя непонятно, что хуже могло бы быть. Но было чувство, что есть какая-то живая волна, которая заблокирована, и вот сейчас уберут какие-то искусственные препятствия. В моей молодости это было очень точно. Вот все эти формулировки, как во всем мире, в нормальной стране, что есть какая-то нормальность, вот сидит эта штука, система, которая не дает быть нормальными, сейчас мы выбьем эту пробку, и тогда все польется. Ничего этого не получалось, как мы знаем, но ощущение такое было, что главное только убрать препятствия, а дальше все... Нормальность, как предчувствие. Да, да, что все дальше пойдет. Вот сейчас уберем вот этих самых злокозненных чиновников, вот, я не вижу сейчас подобного, поэтому мне кажется, что это довольно праздное рассуждение, потому что мы действительно не знаем, что будет с Россией, даже предложить не можем, а соответственно, рассуждение о судьбе гуманитарных наук выглядит как-то цыганчно, не говоря уже, что положение гуманитарных наук и за пределами России, мягко говоря, не блестящее. Вот, кругом меня я не вижу неслыханного расцвета. Как возможна нормализация отношений России и Украины? Ну как? Два-три поколения мирной жизни. Минимум. Понимаете, нормализация отношений между Россией и Германией и произошла. Поэтому считать, что ничего не может быть никогда, это невозможно сказать. Первый шаг к этому, мне кажется, уже сделан. Есть понимание, что это другой народ. В России уже, кажется, успокоились относительно идеи того, что мы один народ. Они враги. Они враги, но уже понятно, что они чужие. Вот это уже поняли. Это совершенно такое, знаете... Власть еще не... Путин еще не понял. Он по-прежнему считает. Что-то он вело бормочет. Но, значит, но в сущности, понимаете, это же, знаете, в Кармен написано. Меня не любишь, но люблю, и так берегись любви моей. И ты должен быть моим, а не хочешь быть моим, то я тебя зарежу. Это, значит, и это было вот так. Мы их любим, а они что-то ведутся странно, поэтому мы их сейчас убьем. Но, во-первых, это было все разыграно уже один раз. Это реплей истории с поляками. Все было то же самое. Это же наши братья-славяне, которых соблазнили проклятый Ватикан и неизвестно кто. Сейчас мы, значит, им объясним, что мы должны быть с ними и старшими братьями. Сначала любовь, потом ненависть, а потом, собственно, есть еще одна сторона на карте Европы. И уже, ну, что там, собственно, кто такие поляки, зачем они нам? Понимаете, вот это любовь-ненависть, но я-то это хорошо знаю. Это же мой папа написал пьесу «Варшевская мелодия». Польша, польская женщина, вот эта вот, Марина Мнишек, вот этот вот весь этот комплекс, он в культуре, да, и так далее. Когда я папе сказал, что его героиня это еще один вариант Марина Мнишек, он ухнул и сказал, «Вот это да», сказал он страшно изумленно. Вот. Но прекрасная полячка, вот это вот все. Понимаете, но это кончилось, понимаете, это все кончилось. Но есть еще риск, это Польша. Что поляки, что чехи, что минуцы. Какие-то народы с западу от нас. То же самое неминуемо произойдет и с Украиной. Успокоится, в конце концов. Но чтобы успокоились, нужно два-три поколения. Я не увижу уже этой нормализации, совершенно точно. У меня нет никакой перспективы. Вы еще, может быть, увидите. То есть, это десятки лет. Десятки лет. Российско-украинская война, это распад империи? Это следствие распада империи? Ну, да. Да. Но, понимаете, мне доводилось уже об этом говорить. Она асимметрична с двух сторон. Со стороны украинской это типичная антиколониальная война. Такая национальная освободительная война за независимость. Совершенно верно. Со стороны России это было очень долгое время. Не долгое. Долгое время еще не прошло. Но поначалу это была все-таки война за восстановление народного единства. От нас оторвали кусок нашего народного тела, и мы восстанавливаем, это была борьба не столько за колонию, сколько за единство митрополии. Мы должны восстановить целостность русского народа, который искусственно разрезан, как, значит... Прямо какое-то воссоединение Германии. Да-да, именно, 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 прямая аналогия. Вот. И вот эти в русских сказках я приводил параллель богатыря, которого разрубают на части. А он потом собирает. Да, его сначала надо облить мёртвой водой, тогда он срастается. А потом обливают его живой водой, и он оживает. Но, понимаете, нельзя его обливать живой водой, если у него рука и нога отрублена. Как он живёт? Поэтому сначала его надо срастить. И вот война – это обливание мёртвой водой. Мы сращиваем вот это тело, разрубленное врагами, тело русского народа. И мне кажется, я могу ошибаться опять-таки, мне кажется, что эта мифология уже закончилась. Просто всё, её больше нет. Теперь, значит, плавно дело идёт, во-первых, территориальной войной стало. Война из-за территории. Это совершенно другой разговор. Это наша земля, это ваша земля. Чтобы мы спорили за территорией, как немцы с французами веками воевали за вельцово-таринки. Но они понимают, что у нас две разные страны. Мы не можем объединиться. Мы просто не можем договориться по поводу этого конкретного участка земли, кому он принадлежит. Поэтому мы бесконечно воюем, кому он отойдёт. Но это другой тип отношения. И с другой стороны эту логику ещё проецируют на логику борьбы со всем миром. Запад хочет нас уничтожить. Вот и всё прочее. Но в принципе идеологическое обоснование войны поменялось прям за год совершенно кардинальным образом. Вот. Поэтому да, конечно, это связано с распадом империи. 30 лет назад нам казалось, что оно распалась мирно, а вот подише ты. Вот. Это, да, это ещё какие-то грандиозные спазмы имперской катастрофы. Вот. Разумеется. У вас потрясающая книжка о Толстом. Мне безумно понравилась. И советую всем, честно говоря, прочитать. Из неё я хотел обсудить кусок про цензуру. На протяжении всей книги прослеживается, в общем, прослеживается набор фактов о том, что русская литература постоянно подвергалась жестокой цензуре. Всё лимитировалось, прочитывалось, запрещалось то больше, то меньше. По-моему, Крейцеру Усанату даже Александр Третий лично там читал, разрешал, редактировал. То есть представьте себе ситуацию. Путин читает, я даже не знаю, ну, у нас нет фигуры, наверное, сопоставимой и, наверное, не будет, но просто взять вот что-то. Путин читает из-за Пелевина и говорит, эту главу оставить, а вот эту хрен с ним, пусть читают, разрешить. Но сейчас в российском обществе люди творческих либеральных, либерал артс, люди творческих профессий подвергаются медиа жесточайшей цензуре, вплоть до жестоких запретов. Но я так понимаю, что это никогда не мешало, а иногда даже и способствовало расцвету русской культуры, творчества и даже свободной журналистики, как видите, это сейчас. Да, значит, тут несколько сразу вопросов вы задали. Один вопрос, это вопрос интереса первых лиц к литературе. До Пушкина, Николай, насыщался я сам цензором Пушкина, сказал, я буду твоим цензором, Толстого читали, цари решали вопрос, Гугля тоже, и вплоть до Иосифа Среонча этот процесс продолжался, он звонил, как мы знаем, Булгакову, он звонил Пастернаку, разговаривал с ним о Мандельштаме, он безусловно читал, и в том, чтобы сказать, что эту главу разрешить, эту запретить, нет ничего непредставимого, он так и действовал, он читал произведения, он сам решил кому дать литературные премии, он считал, что это важно. В пародийном виде это продолжалось при Хрущеве, который устраивал в встрече, были встречи с поэтами, кричал Новозесенского, ходил на Манежную выставку и так далее. Потом, начиная с Леонида Ильича, эта практика отмерла, Леонид Ильич вечно ему память ничего не читал и не пытался. Но писал. Он писал, он был писатель, лауреат премий каких-то, и так далее, он был не читатель, а был писатель. И это тоже отражение какого-то общемирового процесса, да, литература умерла как такой центр, и первые лица перестали им и интересоваться, это одна сторона дела. Вторая же сторона дела – это вопрос, насколько цензура благотворна, то есть, ну, препятствует или не препятствует. Папа мой меня бы убил. Если бы я стал бы с вами это обсуждать, он говорил, что писателя вообще в жизни должен интересовать только одно, чтобы не было цензуры. Все остальное вообще не является интересным, важным и значительным. Главное, чтобы ни один человек не говорил, что тебе писать, что тебе не писать. и не имел бы права тебя знать. Это он выл и стонал от этих самых бесконечных цензурных вмешательств. Ну, понимаете, да, есть логика в том, что вы говорите, в том смысле, что, когда тебя цензурируют, это стимулирует тебя говорить какие-то вещи в обход непрямым непрямым языком находить какие-то другие способы, а собственное искусство в значительной степени в этом и состоит. О чем-то сказать сложно, как-то так вот одно с чем-то про другое, говорить про одно, но чтобы в нем угадывалось более сложный план и всякие вот такие вот вещи. Поэтому логика в том, что какие-то цензурные ограничения могут стимулировать творческое воображение, да, безусловно, причем для этого не обязательно политические творческие это самое. Конечно, эротическая цензура всегда была очень сильна во всех обществах, и это очень стимулирует писать про любовь, про эротику, и писатели находятся, писатели, авторы фильмов. Знаете, в индийском кино было запрещено целоваться. Поэтому они через тряпочку танцуются. Яблоки ели. Герои, влюбленные друг к другу, допередавали яблоко и откусывали его, и зрители, сидящие в зале все понимали и испытывали невероятное эротическое возбуждение, глядя на это совместное поедание яблока. В этом отношении да, конечно, искусство находит пути, сублимирует то, что называется разнообразный табу, табу на абсценную лексику. Оно очень сильное всегда было, и сейчас опять оно законодательное. Это очень стимулирует. Это очень стимулирует абсцентную лексику. Да, ее... Становится все более разнообразным. Да, находить, вставлять, находить какие-то решения, все это так до какого-то определенного момента. Потому что цензура может уже выжечь все вообще живое, начнется огонь по площадям, и умирает все. Вот, скажем, после военных годах после смерти Сталина во время Ждановских постановлений ощущение было, что литературная жизнь просто прекратилась. Люди или бросили писать вообще, или уже совершенно и так далее. Но к Толстому это как раз мало имеет отношения, потому что он в поздние годы своей жизни цензуру просто игнорировал. Он писал в ранних рассказах, да. И мы в Черновиках видим его автоцензуру, он что-то перед посылкой цензуры сам снимал и так далее. Вот, он сам себя цензурировал, но он это, конечно, но дальше он перестал вообще интересоваться на цензуру. Он писал, что хотел. Вот, разрешали, разрешали, не разрешали, значит, печатали за границей. Вот, он довольно мало на это обращал внимания. Я из книжки так и не поняла, Толстой был гей? Нет. Ответа, безусловно, нет. Но я думаю, что подавленные элементы бисексуальности в нём были. Либидо его было невероятно сильным, именно мужское, вот, прямо гетеросексуальное, и он понимал, поскольку он никогда не изменял жене, женившись, он прекрасно понимал, что такое его вот себе задавить, взять под контроль, он боялся его, в себе он ненавидел, потому что оно было очень сильным, но глубже него вероятней был элемент, конечно, какой-то андрогенности или бисексуальности, конечно, был. И это пролезает в самых неожиданных местах, в черновиках в особенности, Андрей Балконский, когда он размышляет о своей любви Наташи, Ростовой периодически говорит, милый мальчик, потом он всюду это вырезает из черновиков, но в одном месте остается. Где-то он то ли не заметил, то ли не счел нужным выкинуть, но в своем размышлении перед Бородинской битвой он это вспоминает, он это вспоминает как мальчика и так далее, и еще в других местах это есть. В общем, что-то такое было. Блиц. Давайте. А риск или безопасная стратегия? В каждом отдельном случае по-разному. Общего правила я для себя бы не... Я вообще человек нехрабрый, но в определенных случаях решение, связанное с риском, не принимать случилось. Доказывать правоту или молча оставаться при своем? Второе. Молча оставаться при своем? Да, я не люблю доказывать правоту. Я люблю спорить, учить люблю с единомышленниками о нюансах. А доказывать правоту... Вот это мне интересно, когда у нас с человеком есть общие позиции, а мы расходимся в каких-то частностях и выводах. Вот тогда мне очень интересно спорить. Я люблю и много буду это делать и готов тратить много времени. А спорить с человеком, который изначально стоит на противоположных позициях, мне скучно и никогда не хотел с этим заниматься. Кем вы хотели стать в детстве? Да вы знаете, очень скучный ответ. Примерно тем, кем стал. Правда? Ну как, совсем в детстве, конечно, я смеял на папу и собирался заниматься художественной литературой и стать писателем, потому что папа у меня был писатель, и я как он, как папа, хотел стать писателем. Но это прошло очень быстро. И я как только узнал, что существует история и гуманитарная наука и так далее, я себя никогда никем, кроме как ученого гуманитария не видел. Если бы вы попали в прошлое и встретились с Толстым, о чем бы вы его спросили? Я бы спросил его, действительно ли он верит, что а, нужно и б, можно любить чужих людей так, как члены своей семьи. Вот что значит его борьба с исключительной, тем, что он называл исключительной любовью, которую он называл неправильной, это довольно с моей точки зрения довольно ужасное требование, и мне было бы интересно его расспросить, как он его реализовывает, зачем он это делает. Знаете, есть, можете его включить в интервью, потрясающее стихотворение Сергея Гондлевского, потрясающее, о, как он читает регулярно сцену смерти старого князя. Я, конечно, его знаю наизусть, в «Войне и мире», и как она его всегда потрясает, и там дело кончается вот как раз вопросами к Толстому, которые я... Гондлевский делает выводы резко, которые я бы не решился сделать, но вопросы я бы ему задал бы, те же самые. Я не знаю, хотите, я могу почитать, да, пожалуйста. Старый князь говорит, умирая, позовите Андрюшу. Эта сцена каждый раз выворачивает мне душу, потому что, хоть не князья и не графьямы, приблизительно так умирала моя мама. Было утро, июль, солнце светило, жарко. Позовите Сэшу, Сережу, найдите Марка, говорила в беспамятстве и умерла на завтра. В этом свете хочется спросить известного автора, почему на собственный мир он идет войною, разбивает сердца, разлучает мужа с женою, то ли он что-то важное знает, но сказать не умеет, то ли он ситуацией в принципе не владеет. Выводов я бы не торопился, но вопросы эти я бы задал. Какую книгу вы бы порекомендовали прочитать абсолютно всем зрителям? Всем? Всем нашим зрителям. Не хочется, я столько раз перечитывал военный мир, что не хочется отвечать как-то тупо на этот вопрос. С точки зрения понимания русской истории и русской культуры, я бы сказал «мертвые души», а с точки зрения удовольствия от чтения ее бы нас рассказал бы нос. Я большой фанат автора. Ну, не войну и мир. Войну и мир тоже. Просто война и мир, поскольку я написал книжку о Солстом, и сейчас еще одну пишу. А еще одну пишете? Да. Там маленькая популярная, это будет большая научная. Ваши три любимых занятия? Читать люблю. Примерно с двух с половиной лет начал с надписи на заборе, пугая мам и нянь. Вот, и так как-то до сих пор люблю читать. Это идет с огромным отрывом впереди. Второе тесно связанное занятие с этим обдумывать, прочитанное и увиденное, просто как-то напрягаться на... Ну, то, что называется ферштейн, понимать что-нибудь, пытаться понять, что ничего я не понимаю. Потому что в мире настолько больше того, что я не понимаю, чем то, что я понимаю. Мне кажется, что понимаю. Быть уверенным, что никогда нельзя, потому что мне кажется, что понимаю, но того, что я точно не понимаю, гораздо больше. Хотелось бы чуть-чуть сдвинуть эту пропорцию. Это второе. А третье любимое занятие, безусловно, с возрастом стало прийти домой вечером и немножко поговорить с женой за чаем. Только с возрастом стало? Нет, я всегда любил с ней разговаривать, но как-то вот эту вот жизненную рутину я оценил тоже не сразу. Вот, с чем связан вот этот интересный вопрос. Приходишь домой и как-то это счастье. Если бы вы могли изменить одну вещь в истории России, то какую? У меня что-нибудь банальное, совсем банальное. Вступление в Первую мировую войну. Я думаю, что можно было бы избежать большевистской революции, перейти к конституционной монархии по английскому образцу. Вот, и Россия находилась в состоянии беспрецедентного экономического, культурного расцвета, демографического, культурного, экономического, какого угодно. Быстро выходила в мировые лидеры, именно не в военном смысле, а во всех остальных. И если бы не безумная элита, сумевшая все это пустить под откос, были бы очень большие перспективы. Я бы даже не сказал, что можно было бы обойтись без Октябрьского переворота, это само собой, но к нему уже три года безумной войны и чудовищной вакханалии с начала царского режима а потом пришедшему ему на смену временного правительства, которое оказалось еще хуже, делали его почти неизбежным. Так что я думаю, что если бы можно было бы как бы миновать этот всемирный кошмар, то это было бы... Ну, вы меня спросили про историю России. Я бы также бы ответил про историю человечества. Потому что... То есть тогда бы не было Гитлера? Тут же корни немецкого нацизма, ядерные бомбы и вообще всего ужаса. Если бы все мировые элиты в период беспрецедентного в истории человечества расцвета промышленности, науки и вообще всего прочего не устроили бы эту страшную буйню, вся наша судьба была бы совершенно другой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова